Семь грехов веб-дизайнера. Вернем 2007-й в мире веб-разработки. Вступил в силу закон о запрете анонимайзеров. Вступил в погнали. Всем привет, с вами проект UwebDesign, подкаст «Суровый веб». Меня зовут Александр Гончаров. Да, меня Никита Тарасов. И сейчас точно мы выходим в VR, понимаешь? Вот сейчас уже точно. Мы уже даже друг для друга выходим в VR, да. Я не знаю, кто-нибудь вообще заметит потерю, так сказать, потерю физической близости между нами. Но, да, она потеряна, на самом деле. Мы в конце вам расскажем, в чем суть. Самое главное, что на украинском, понимаешь? На украинском. Как всегда, как всегда. Я считаю, что многие люди, они уже наняли специально себе переводчиков чисто под наш подкаст, чтобы как-то змовый хоть что-то перелобабить как-нибудь. Я не знаю. Рандом. Да. В общем, 144 выпуск, 7 ноября 2017 года, без 20.12 по Челябинску. Мы уже мчимся на наших волнах, на наших вайфайных волнах. Не, ну как мчимся? Я потный сижу, если честно. На самом деле, я тоже в жаре сижу, у меня батарея просто эта, я без футболки как мразь, поэтому да. Вот, да. Первая тема, знаешь, какая? Первая тема, между прочим, у нас дискуссионная абсолютно. Абсолютно дискуссионная от ВАФ и АБЗИ. А от него тема зачастую дискуссионная. Хотя следующая, она, конечно, да, она, порой она, можно ее было и в блог без комментариев засунуть. Ну ладно. Так, давай, какая? Саша пишет нам на сайте, на нашем, говорит, говорит, привет, по-моему, у вас самый правильный подкаст про фронтенд. Причем подкаст он выделяет жирным. Позитивная манера подачи информации, другие подкасты какие-то серьезные, напоминают работу. А у вас слушать, это словно в банке, это он курсивом выделяет. Здесь слушатели, просто представьте, во ФАБЗИ баньку выделяет курсивом. Да еще и узнаешь новое из разных сфер. Спасибо. И что? Вообще, во-первых, спасибо за комментарий. Во-вторых, почему у нас подкаст про фронтенд? У нас, знаешь, настолько давно не было вот реально таких сугубо фронтендовых вещей, типа там заряжаем веб-пак, 10 вотчеров там, и в UGS пакуем. Ты хотел сказать, у нас вообще не было таких. Вот да. То есть, если раньше хоть какие-то там про SAS были, про гриды, про CSS-ные вещи, то вот такого прям зубодробительного джаваскрипта фронтендовых фреймворков у нас даже и не было, поэтому тут как бы во ФАБЗИ, он обманываться рад бы. Понимаешь, я еще боюсь, что вдруг это кто-то работает под во ФАБЗИ. Ну, кто-то взял и решил написать его ник. Ник, на самом деле, во ФАБЗИ – это очень скромный человек, как бы, и не будет про баннику писать. Он, возможно, один раз, да, нам предложил реально какую-нибудь суперзадротскую тему, опять же, как про фронтенд. И тут уже люди им прикидываются. А вот зарегистрировался бы во ФАБЗИ, все бы закончилось по-другому. Никто бы его ник не смог взять. Хотя, на самом деле, конечно, смог бы, и, возможно, он даже и зарегистрирован. Но да. Какую дискуссию ты хотел здесь развязать? Я просто хотел бы, как бы, ну вот, как ты считаешь, вообще применима ли к нашему подкасту вот такое вот понебратская банька? Или же это прям вот для нас комплимент? Это для нас комплимент. Это факт. Мы же друзья-друганы свои пацаны. Срем в уши. Поэтому я считаю, что картавит, слушать не буду. Я считаю, что мы добивались именно этого, потому что, вообще, вот, опять же, ну, ни для кого не секрет, что мы, когда это все начинали, мы в какой-то степени по подкастам Радио Ити все равно вдохновлялись. Я думаю, многие русские подкастеры так или иначе ими вдохновлялись просто в силу того, что там два года назад как бы и альтернатив-то особо не было. Был еще Вилсаком, который как раз два года назад загнулся со своим подкастом и ушел уже просто в рекламу тачек, телеков и так далее. Ты знаешь, я недавно бате скидываю ролик, ну, обзор Вилсакома, он такой, блин, Санек, хочу Apple TV 4K купить. Я говорю, блин, ну, как бы покупай, заодно потом, типа, телек будешь покупать, все такое, обновлять, а у него не 4K телек. Он такой, ну, блин, в Apple TV 4K там, короче, есть Bluetooth, а я купил Bluetooth-ные наушники, я вот хочу, говорит, купить его ради того, чтобы в наушниках Bluetooth-ные, беспроводных слушать то, что я вывел на Apple TV с iPad или с iPhone. Короче, уже по Exhibit, я поставил тебе, короче, экран в экран, чтобы ты мог смотреть экран. Ну, ты думаешь, что это он Вилсакома наслышался? По поводу? Нет, нет, он на полном серзе изучал, чем различаются разные Apple TV. У него есть Apple TV 2 сейчас, но, во-первых, она только до 720p, до HD Ready поддерживает, Full HD 1080p не поддерживает. Это только в Apple TV 3 добавит. И кроме этого, там старая прошивка, на которую нельзя не поставить ни твиттер-привожение, ни что-то другое. То есть там нету TV OS вот этой вот, которая новая, модная. И из-за этого она тупит. То есть, ну, просто банально пакеты теряет и так далее. Хотя у него дома хороший 5-гигигагерцовый Wi-Fi цисковский. Я просто хотел сказать, что пакеты теряет, это когда, знаешь, тебя как бы милиция останавливает. Да, и ты сразу по Snoop Dogg. Drop it like it's hot, drop it like it's hot. Вот так. Я что хотел сказать. Я боюсь представить, как наши слушатели и зрители представляют, опять же, твоего батю. Вот, ну, это просто... Они думают, что он, скорее всего, как Вилсаком, такой же чувак. Возможно. Слушай, вот так ты иногда под каким-нибудь углом посмотришь, и такой же чувак, как Вилсаком. Только, слава богу, на паршах не разбивается, и нормально всё. Так вот, и он мне говорит, типа, вот, Санёк, она будет стопудово, типа, мощнее, лучше, и там ещё и Bluetooth, и вообще все плюсы. Я говорю, ну, слушай, да, я ему поддак, я говорю, как раз... А они же сейчас парно вышли, просто Apple TV 4 и Apple TV 4K. И я говорю, да, в 4K ещё как раз там Super HDR добавили там и так далее, но она прям вообще космосу даёт картинку. Он такой, ну, всё, окей. Чё, говорит, надо посмотреть же какие-нибудь обзоры. Ну, я недолго думаю, я видел у себя просто в ленте, что Вилсаком, так сказать, делал обзор на него. Я ему скидываю, говорю, на, посмотри. И всё, он мне на следующий день звонит, а чё ты мне скинул, типа, этого бородатого опять? Он же там про приставку сказал 2 минуты, а последующие 22 рекламировал телек. Я говорю, в смысле телек? Ты почему, Samsung скидываешь? Ну, по-моему, Samsung, может, LG, я не помню точно, я сам-то и даже не смотрел. И он такой говорит, ну как, вот представь, что он говорит, вот есть, короче, приставка, но вы про неё, наверное, и так всё знаете. А мне, говорит, теперь надо выбрать 4K телек. И хоп, говорит, прям показывает, как он на сайт заходит, ну, это всё пиарит какой-то магазин. Заказывает, говорит, ему хоп, говорит, уже сразу монтирует, что ему телек приносит. И он, говорит, после этого только про телек. Говорит, что там OLED, там кого, там чё. Я благодаря бате узнаю, что в телеках тоже уже есть OLED. Что он теперь именно такой хочет, потому что реклама, она реально работает. Но как бы он стоит 280 коцарей, поэтому не сегодня, что называется. Всего лишь, да. Да, и я ему говорю, так подожди, батя, ты говорю, тогда тебе надо же, ты Apple TV 4 приставку, ты будешь брать 4K? Ну, купи он 4K телек, там, ну, за 60 коцарей какой-нибудь обычный. Он такой, нет, там нет OLED, там, я говорю, всё, понятно, давай, OLED. iPhone X полный, короче, головного мозга. Так он так и Porsche запросит, понимаешь, он же так и на Porsche будет ездить. Да, да, надо его отписать от Вилсакома, чтобы, не дай бог, а то он на Вилсакома уже отпишет всё за эти обзоры. Проголосует, проголосует за это. Вот Вилсаком, он тоже, скорее всего, друг друган, свой пацан. Ну да, да. Поэтому покупайте у нас рекламу worksp.ufdesign.ru, она будет работать так же безотказно, как реклама Вилсакома, и да. Да, я считаю, это комплимент, потому что вот этих вот скучных, даже не только подкастов, а просто скучных видосов и каких-то, там, 5-минутка PHP, 5-минутка React, да простит меня Пётр, ну, он, так сказать, наш знакомый, который делает эти 5-минутки. Я думал, это случайное совпадение, что ты сказал, ты просто сказал 5-минутку, ну и что, 5-минутка, может быть, готовки. А, то есть, ну, это всё абсолютно случайное, да, по соус-парку. Ну, сразу должен сейчас, типа, этот Пётр Быть, у него там башка взрывается, хрен просто взрывается, отлетает там и так далее. Но как бы всё совпадение случайное. Поэтому, ну, я считаю, что лучше мы будем такую нишу занимать, нас будут слушать для того, чтобы... Ну, как прожектор Пэрис Хилтон. Ты посмотрел, ты вроде как бы и новости за неделю узнал. Кстати, заново они сейчас выходят, уже две серии вышло в этом, в октябре, я ещё не смотрел. Я тоже ещё не смотрел. Вот, ну, мне просто, у меня антенна смотана в клубок в другом конце комнаты, потому что я телек повесил, теперь до него антенна не дотягивается по плинтусу. И мне её надо просто по центру комнаты тянуть, втыкать, смотреть одну серию, обратно сматывать и убирать. За сим я уже нихрена не втыкаю, не смотрю, а уже постфактом воды, так сказать, смотреть руки не доходят. Ну, то есть ты всё ещё антенну сматываешь, то есть YouTube ты всё ещё не заходишь. Ну, ещё раз говорю, воды я уже как-то, ну, некогда мне смотреть. Вообще, как бы физрука я уже смотрел онлайн, потом, так сказать, на YouTube, да. Ну, где физрука, где прожектор Пэрис Хилтон, понимаешь? Согласен, согласен. Короче говоря, спасибо Вафа Абзи, или человеку, который под него работает, как бы, в принципе, всем этим людям спасибо. И я считаю, мы добились своей цели, потому что если бы мы хотели здесь просто устроить ещё один скучный там, я не знаю, кого-нибудь, не будем называть. Мы бы его легко устроили, потому что, мне кажется, что делать, вот берёшь и устраиваешь скучную хрень? Берёшь и зачитываешь просто документацию, и примеры из документации записываешь на видос, и говоришь, вот так это сделать. И все такие, вау, супер просмотры, лайки, 500, 100 тысяч, хотя ты всего лишь взял и записал все примеры из документации, которые там были. Вот реально, я вот, почему говорю так, я столкнулся тоже там с написанием всякого сейчас на ноде, смотрел просто, что есть по материалам, и почти везде чуваки просто записывают, как они прорешивают документацию. Нахрена, мать твою, я хочу твой юзкейс, я хочу посмотреть, как это в реальности работает. Зачем ты мне показываешь то, что я и так могу посмотреть в документации? Ну, разве что ты разъясняешь для дегенератов абсолютных, но я как бы не такой, поэтому... Ну, вот, кстати, я хочу добавить, что вот у меня на работе тебя хвалили, прям лично тебя, мне сказали, типа, вот, типа, слушал подкасты, но, типа, очень понравились вот про SVG, типа, ролики, вообще очень круто. Ролики про SVG до сих пор, вот недалеко, чем сегодня комментировали, блин, там, чувак, ты чё такой скучный, хорошо, на ютюбе есть скорость полтора. Я пишу, ну, слава богу, не уснул, такой, да не, не, ролики на самом деле крутые, просто вот так вот сразу изи поменялся, значит, да, мау, мяу, мяу, а потом, да не, 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 по мексиканцу, да не, не, вообще-то нормально, ну, спасибо, чувак, чувак. Ну, блин, будет, будет когда-нибудь такое, мне уже саму смешно это говорить, но когда-нибудь реально будет, когда как в Футураме уже, помнишь, там, есть это видео, хоть что-нибудь из Футурамы, там есть моменты, где показывают, типа, там, головы в этом, в криогенном каком-то растворе, ну, короче говоря, там, голова Авраама Линкольна, его, как бы, самого давно нет, там, 3100-500 год, но его башка заспиртована, и она базарит, то есть все башки сохранены, и они базарят, ну, и они, как бы, всегда всякие корки говорят, просто тупые, типа, там, в мои времена, там, я бы ему, там, надрал жопу, как южанам, там, вот такое. Правда, Авраам Линкольн, по-моему, и был за южан, но я сейчас не помню, я не готов. Вот, вот, моя башка, вот, когда меня заспиртует, вот так вот запишет новые ролики, тогда я вот к этому. Южанам еще жопу надерет. Окей, ладно, короче, смотри, ты обмолвился очень интересной темой, такой, как реклама на WorkSobac.io.biz.in. Мы долго с тобой сейчас растекались по первой теме, но мы не могли просто не растечься. Ты хотел, чтобы она была дискуссионной, а на самом деле эти долго 12 минут. Мы просто сейчас настолько с тобой свежие, четкие, хлесткие, что казалось... А, хорошо, есть полтора скорость, короче, на ютюбе. Короче, суть какая, давай так, сначала начнем с того, что у нас есть сайт. У нас есть uvdesign.ru, заходите туда, и там можете, вот как в Афа Абзи, или тот, кто работает под него, берете, регистрируетесь на нем, под любым ником совершенно, абсолютно, только не который к экстремизму приводит. При это самое. Да, на самом деле, мне приходят уведомления о регистрации, мы вас забаним сразу, если вы там что-нибудь это... Если вы там что-нибудь будете бурагозить. Короче, регаетесь на uvdesign.ru, оставляйте свои темы. Можете, конечно, не регаться, но лучше зарегаться, так прикольнее, так быстрее будете оставлять. Так, вернетесь, скорее всего. А мы потом еще вам на ящик что-нибудь пришлем. На самом деле, нет. Без плана всякого. Нет, на самом деле, да. Пришлем, но по делу. Пришлем, по делу, так. Короче, uvdesign.ru, заходите, разберетесь. Там справа спокойненько увидите, где можно темы к следующему подкасту. Там все в сайт-барчике, все написано, все четко. Русским по-белому, как говорят. Вот. Потом, кроме сайта, у нас есть донат. Ну, раз вы вдруг там, мы вам сильно понравились, например. uvdesign.ru, заходите, кидаете. Практически уже любым. Там, по-моему, уже даже биткоин-кошелек есть. Надо его туда дописать. Я сейчас тоже именно об этом думаю, что надо туда дописать биткоин-кошелек. Одно время там был киви, но я столкнулся с тем, что тут так сложно выводить, что те 150 рублей, которые нам туда уже кинули, я решил похоронить, подарить просто там чувакам, которые банк открытия себе купили. И все, и хрена их. Или Рокетбанк, точнее. Рокетбанк под киви. Сигареты спокойно купили за нашу. Да, одну пачку парламента. Вот. uvdesign.ru. Донат. Кроме этого, да, реклама. Реклама. Новая строка в нашей вот этой вот стандартном блоке новостей. Короче, реклама. Давайте, вот просто вот вдруг у вас есть желание, допустим, рекламировать свое веб-агентство, например. Вдруг вы какой-нибудь диребосик. Или какой-нибудь арт-директор, например. Вы нас слушаете и такие, хм, а почему бы мне просто вот прям на весь мир не сказать в ее дизайне, что мое там агентство самое охрененное, делает лучше всех лендинги, например. Даже в Антарктиде начнут заказывать у вас. Вещи. Конечно. Поэтому вы задумайтесь, ваш загнивающий, ваш просто прокисший бизнес, мы, если вы у нас прорекламируетесь, мы прям вознесем до небес вообще. Конечно, конечно. Work, собака, uvdesign.ru. Но work как работа, вы понимаете? А оно высветится. Я здесь поставил маркер, я высветится на экране прям. А слушатели просто представьте. Work, собака, uvdesign.ru. В Телеграме, в Телеграме. У нас есть канал и группа, канал и группа у нас есть в Телеграме. Это все можно найти. Все эти ссылки легко находятся на uvdesign.ru. Не зря я сказал про сайт. Он есть, на нем все есть. Все ссылки. То есть я прям, хочется разжевать прям для самых-самых маленьких. Потому что вот некоторые еще не могут большие части кушать. Им надо вот разжевывать. Вот до какого-то времени нельзя пельмешки кушать детям. Вот я пытаюсь как бы полностью... Да, только пюре яблочное. Вот ты до состояния яблочного пюре им все разжевываешь. Да, да. Именно так. Именно вот... Из мраморного стейка говяжьего, слабой прожарки, ты превращаешься в пюре. Просто в калф какой-то я превращаю. Вот. Еще у нас есть... Только кто-то способен усваивать наши подписчики, ты имеешь в виду. По Диме рыбалке. А почему вы хренососите своих подписчиков, да? Вот потому что вот такой ты и есть Дима рыбалка. Я ничего тебе не могу сказать. Стикеры во Вконтакте, чуваки. vk.com, слышите веб-дизайн. Заходите, заказываете там стикеры. Саня, на самом деле, уже несколько раз полнейший мануал. Просто left-click, right-click. Сказал, как нажимать. И я еще раз это сделаю. Под закрепленной записью, которую вы видите здесь в сообществе веб-дизайнеров и разработчиков, есть блок товары. Называется витрина товаров. В данный момент товара здесь только два. Стикеры веб-дизайн, стикеры в ВДГеймс. Тыкаете на понравившийся вам, в любое место, хоть на заголовок, хоть на картинку. Ссылка ведет в одно и то же место. Вам всплывает поп-ап, и в нем большая синяя кнопка написать продавцу. И вы пишете продавцу, здравствуйте, я хочу этот стикер. Вам ответят в течение 14 рабочих дней и отправят еще в течение трех недель. Все как в лучших службах почты России. Поэтому, блин, чуваки, я считаю, если вы этого еще не сделали, то вы не настоящий фанат ювеб-дизайн. Понимаешь, если бы твой батя слушал наш подкаст, он бы сказал, ты мне что скинул? Они весь подкаст пиарят свой сайт для того, чтобы ювеб-дизайн рассказывать. Да, он-то думал, тут будет скучно, про Нодемон какой-нибудь. Да, да, да. Короче, мы уже можем приступить, наконец-то, к великому разделу дизайн, в котором у нас сегодня две темы, но они классные. Классные. Да, одна из тем, это человек, возможно, который работает под ВАФу Абзи. Он нам 3 ноября еще предложил. Зима близко, поэтому тема подходящая. И большой заголовок капсом. Как делать публичные пространства, когда за окном минус 20? Я на самом деле еще, когда вот только переходил по этой ссылке, я такой думаю, хм, что за мать твои публичные пространства, что это такое вообще? Это публичные дома, возможно, я подумал. Да, нет, я все правильно подумал, я подумал, какая-то хипстерская бабуйня. Захожу и так и есть, меня сразу приветствует чувак бородатый в очках, в пластиковой оправе. Даже не в Ray-Ban, а какая-то, видимо, я не знаю, Gucci, Chrome Hearts, уже супер... А, хотя нет, я сейчас приблизил, она походу деревянная. Это, возможно, на Kickstarter занес там каким-нибудь чуваком, который деревянный. Еще лучше, еще лучше, понимаешь? Согласен, это сразу... Он сразу в публичные пространства пришел, сказал, кому денег дать, дайте мне хипстерские очки. Ему протянули просто деревянные, и все. Стрелка Магазин нам написала, кстати, статья на Телеграфе. Я вот не понимаю все еще вот этого. То есть, в чем прикол? Зачем вообще на Телеграфе писать? То есть, это же любой человек может хоть как подписаться, по идее. То есть, я могу писать со стрелкой Магазин и написать про Вилли Хару то же самое. Только написать, что он гей, например. Просто ты, когда хочешь делать публичные пространства, когда ты фэшн, когда ты ультимейт в 2К17, вот ты пишешь на Телеграфе в этот момент, все, конец. Причем, я тебе больше скажу, забегая вперед, я когда прочитал здесь на Телеграфе, интервью очень странно обрывается. Такое ощущение, что тут такая, на самом деле, прям вот художественная недосказанность. Прям художественная несказанность, я бы даже сказал. Я такой думаю, ну, я найду Сурс, оригинал. Я перешел здесь по ссылке Стрелка Магазин, зашел к ним, у них на сайте есть поиск. Я ввел там публичные, нашел эту статью, и она так и заканчивается. Все. То есть, они просто тупо сделали перепост своей статьи на Телеграф. Зачем? Одному, мать его богу, известно. Возможно, это человек, который работает под Стрелку Магазин, он сделает этот репост на Телеграфе, я не знаю зачем. А вдруг ты там в Афе Абзи написал все это и подписался на Стрелку Магазин? Не знаю. Нет, серьезно, такие мысли возникают, потому что, ну, тут даже картиночки залиты, под ними подписи сделаны. То есть, чувак прям реально вылезал статью точно так же, как она выглядит на Стрелке Магазин. Но я, так сказать, сохраню эту, как ее сказать, лексику автора и пунктуацию, то есть в Афе Абзи, и на Телеграфе ее прочитаю. Ну, давай, окей, давай. Просто интересно, ты вот сразу нас посвяти. Ну и что, публичные пространства, и что? Короче, публичные пространства – это места, где тусят на улице. Просто тупо тусят. Да, это обязательно улица. И это обязательно не денежное тусение. Не в смысле они сидят просто в кофейне в летнике, или там в кальянной в летнике. Нет, это просто тупо какое-то место, либо какой-то памятник культурный, либо просто исторический какой-нибудь там парк Горького, где просто собираются сборища людей. Ну, я не знаю, если там на Патриарших прудах какие-нибудь там Солженицынские чтения устраивают, Архипелаг ГУЛАГ зачитывают по ролям друг к другу. Я не удивлюсь, если и такие фрики там встречаются в этом сквере на Патриарших. Но вот да, вот это все примеры публичных пространств. И на самом деле вот мы, как наследники Советского Союза, нам это должно быть очень сильно близко, потому что у нас в принципе из-за вот этой вот культуры общности и коллективности, у нас таких публичных пространств было довольно-таки до хрена. Они, знаешь, вот даже Каноненко, помнишь, он писал, что они на каких-то там на лестнице какого-то института бухали постоянно. Ну да, да. Вот это самое, что ни на есть, публичное пространство. И вот ребята из Финляндии, они мечтают, чтобы у них такие были. А у нас мы живем этими публичными пространствами. Хотя, к сожалению, сейчас они отходят уже. Ну давай, говори. У нас все еще есть такие, и спокойно ты вот... Я спокойно называю одно легчайшее. Это, короче, в нашем, в Челябинске, у нас есть парк Гагарина, в котором собираются пенсионеры, пенсеры собираются, понимаешь? Вот, кстати, да, я про это даже забыл. Тропа пенсионеров, да. Мы с Алиной вот в этом сезоне там катались на велосипедах, и они реально там. Они реально поют, как 20 лет назад, когда у меня там дедушка еще со мной гулял. Вот они все еще там так же сидят, играют в домино на лавках и поют. Вот это публичное пространство, мать ваша. Причем, когда минус 20, я думаю, они там все еще сидят, все равно. Потому что простаты у них все равно уже нет, скорее всего. И как бы им уже ничего не грозит в этой жизни. Так вот, Вилли Харри – это архитектор из Хельсинки. Мне хочется узнать, у него простата есть или нет? Слушай, вот, судя по фотографии, уже тоже нет. А только предстательная железа одна осталась. Причем, возможно, с аденомой уже, с большой. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, конечно. Возможно, Вилли – он активный, половозрелый самец, и ему ничто не мешает пользоваться своими железами. Ну да. В общем, он партнер бюро Avant Architects, которое стало известным за пределами профессионального круга после того, как спроектировало сауну, внимание, сауну, в бывшей индустриальной зоне. Ну, то есть, грубо говоря, был завод какой-то, как у нас вот завод-полет, да, был? Ну. Всю территорию разровняли, и там сделали сауну. В смысле, просто ванну накинули на заводе. Не-не-не, ну вот смотри, вторая фотка – это как раз это сауна. Вижу, вижу, и она выглядит действительно, как одна большая сауна. Как одна большая ванна она выглядит. Я вот стесняюсь. Почему вход не сняли? Как входить в это все изобилие? Сверху прыгаешь, просто навеяешь, и ты в сауне. Ты вон с того небоскреба соседнего разбегаешься, как бы, бум-бум, пистолетиком, так сказать, обливаешь всех вокруг, которые тут тусят, вон там строителей в этой жилетке в оранжевую. Короче говоря, на самом деле, сделать в Финляндию сауну, это все равно, что в России открыть пивнуху. Ну да, то есть это же как бы страна саун. Нет? Вот, вот, но он, тем не менее, этим прославился. Что? Как? Ну, короче, неважно. В общем, Стрелка Магазин, они, точнее, архитектурный критик Мария Элькина из Петербурга, она сама не состоит в Стрелка Магазин, она всего лишь приглашает... Просто в сауне была хоть? Она, скорее всего, из саунта не вылазит в Петербурге. Она, возможно, даже зарабатывает там неплохо, поэтому... И критикует их. Ну, слушайте, палатья у вас тут какие-то жесткие, как-то занозы в задницу-то вот впилась, да? Палатья это об этом вообще или нет? Можно употребить? Да какая разница? Ну ладно, согласен. В общем, Петербург считается самым холодным мегаполисом на планете. Что? Почему, я не понимаю. Между прочим, они же там с Финляндией, это вась-вась как бы. Ну да, согласен. В Петербурге даже экскурсии, вот ты до Выборга доехал, а там уже шенгенские визы раздают, я так понимаю, просто за помидорки. Угу. Ну если... Я провожу аналогию с Калининградом. В Калининграде с этим очень просто. Мне кажется, что в Питере и в Выборге тоже уже прям вот реально легко. Ну вот да. Короче говоря... Вилли Валла, что он нам говорит? Вилли Валла приезжал в Питер вообще-то читать лекцию на неделю Стрелки. Видимо, Стрелка Магазин организовывает неделю Стрелки. И, кстати, вот знаешь, мы с тобой такие думаем. Блин, вот Стрелка Магазин, да, вот по существу, они никак не монетизируются, судя по всему. Они делают какую-то свою хипстерскую деятельность, им прикольно, а на чего они живут, непонятно. Вот написано совместно с компанией «Газпром нефть». Возможно, возможно. Мы с тобой понимаем, как все у нас в России устроено. Кто-то из дочерей газпромовских чуваков просто занимается этим проектом по фану и ни в чем себе не отказывает, что называется. Ты имеешь в виду какая-то из хипстерских дочерей? Ну, когда у тебя у папы такие деньги, что тебе еще остается делать, кроме как хипстерши быть? Это намек на нового кандидата в президенты, как я понимаю. У него у папы уже нет денег, к сожалению, поэтому... Да. Нас закроют нахрен, это совпадение случайное, абсолютно. Я даже не знаю, в какой стране мы находимся, сейчас о каком кандидате речь. В общем, они у него взяли интервью и здесь экскурс краткий исторический, что общественные пространства не первые десятилетия занимают первое место в урбанистической повестке дня. Еще в 60-е многие архитекторы, теоретики, историки архитектуры стали указывать на то, что стремление лишь к частному комфорту лишило города главного экономического потенциала даже смысла существования. То есть традиционно города отличались от деревень тем, что давали возможности для взаимодействия между незнакомыми людьми. Хотя на самом деле в деревне, мне кажется, взаимодействия между людьми в разы больше, просто они там все знакомые. А в городе можно между незнакомыми. Ну то есть наверняка сам факт того, что вот там на ВДНХ проходили бесконечные выставки, вот ты выходишь, там, я не знаю, есть какой-то там сквер или нет, я не сильно в московской, так сказать, архитектуре сегодня выходишь, и вот тот сквер, это тоже было публичное пространство, просто в силу того, что много кто выходит тут с выставки, и им сразу хочется поделиться, так сказать, впечатлениями, и так далее. Ну это опять же, вот хочется кучу советских фильмов каких-нибудь пересмотреть, там тоже 60-70-х годов, и вспомнить, реально вот люди выходили и базарили друг с другом. То есть у них были общие темы, во-первых, потому что был там один телеканал, одна газета, и один фильм в кинотеатре, который все смотрят. Как бы в принципе любой человек мог на любую, в любом типе интересов поддержать разговор, потому что это все было, ну как бы сказать, не очень многогранно. Я, конечно, юродствую, но тем не менее. Сейчас все-таки более как-то зашоренные люди стали, более, так сказать, эгоистичные, более зациклены на себе, и вот этого вот не очень происходит, хотя, наверное, в молодежи сейчас обратно это все, хотя опять же, миллениалы, они же зациклены на себе, может быть и нет. Я думаю, для этого Вилли и делает эту хрень, чтобы не были зациклены, как я понимаю. У них тоже такая проблема в Финляндии есть, скорее всего. Ну да, да, стопудово. То есть, ну и вот здесь опять же говорят, что классически в Италии были пьяцы или пьяцетты, это площади, которые со средних веков служили одновременно и центром торговли, и местом случайных встреч. То есть, видишь, допустим, там в Рождество, на неделю урожая, на тыквовин, простите, там какие-то ярмарки устраивались на этих площадях, а во все остальные выходные туда уже просто люди по привычке приходили тусить и просто уже там базарили. Место случайных встреч. Вот у нас Кировка, например, да, наша вот эта вот пешеходная улица, которую мы тоже Арбатом называем, вот это стопудово такое вот публичное пространство. Там реально тусит дикое количество людей, в том числе, допустим, вот сколько я там последние разы не ходил, там нет-нет, какого-нибудь одного, двух, трех иностранцев встретишь. Идут, что-то между собой базарят, там и так далее. И вдруг они бы, там у тебя спросили, excuse me, sir, как пройти в библиотеку? И ты бы с ними поговорил, вот завязалась, а кстати ты откуда? А я из Финляндии. Услышал у вас сауна, короче, прямо в индустриальной зоне. Да пошел ты там это, там этот чувак, там на наши деньги, налоговые, какое-то говно там сделал. Короче, вот да. И я не знаю даже, что сказать. Он, если по существу, по статье, то он рассказывал, что вот, вы типа стали очень популярны в прессе благодаря сауне, бла-бла-бла, вы такой классный. Может быть, нужно создавать публичное пространство с проверенными веками функциями? В том смысле, что ну ты тупо создаешь там фонтан, на него всегда придут посмотреть, и вокруг этого уже сформируется публичное пространство. То есть, ну не делать, так скажем, как вот в Берлине есть монумент там Холокосту. Туда как бы тоже люди придут, но сильно бы они там что-то базарить, светское не будут. Они туда, скорее всего, придут, поскорбят и уйдут. Поэтому да, то есть, если мы совмещаем какие-то обычные вещи, типа там фонтан, я не знаю, там набережная, какой-нибудь памятник, туда так и так придут люди и вдруг будут коммуницироваться. Ну и... Нет, хорошо, я понял тебя, я тебя понял. В этом аспекте все понятно, то есть, легко делаешь фонтан, ставишь лавочки, и все пришли. Но, а если это какие-нибудь хипстеры, говорит ли он про людей более молодых, скажем так, и с другими взглядами, нежели вот... Понятно, что на фонтан и так придут сорокалетние тетеньки, дяденьки. Вот, а я хочу, чтобы туда пришли двадцатилетние, например. Ну вот он тоже хочет. И он именно говорит, что вот там, просто в каком-то там парке постоянно собирается молодежь, пьют пиво, шумят, соседи негодуют, а я думаю, что это фантастика. Он, видимо, у них какая-то мирная молодежь, и они как-то пьют мало пива и слабо шумят, потому что... У нас на стадион сигнал, когда приедешь, да, в Ленинске, и там молодежь пьет пиво и шумит. Как бы это не кажется так уж мило и здорово, как он это представляет. Уж точно не фантастика. Вот. И здесь он говорит, что у них в Финляндии, как это ни странно, в библиотеке стали частыми публичными такими пространствами, стихийными. Потому что... Блин, сейчас я это найду. Где-то... Я, понимаешь, я вот вижу на фотографии здесь типа библиотека, но здесь тоже люди, скажем так, уже более взрослого, ну, зрелого такого, очень возраста. Я бы не сказал, что здесь все супермолодые. Я пытаюсь сейчас найти, я уже теперь Ctrl-F прям сделал. Вот. Как ни странно, в Финляндии старых общественных пространств сохранить библиотеки. Финны больше всех людей в мире пользуются библиотеками. Это довольно забавно. Действительно забавно. Видимо, Греца заходит. У них как бы достаточно холодно. То есть, серьезно, если так вспомнить, то большинство пуховиков, они финские, которые прям топовые. Которые прям ты залез, и тебе в минус 40 не холодно. Они же финские. То есть, они реально в этом преуспели, у них реально холодно. Поэтому вот да. Раньше, говорят, туда приходили читать книги или чтобы взять книги домой, а теперь это больше места социализации. В них можете прийти поработать с компьютером, можете бесплатно забронировать помещение для какого-нибудь общественного, собрания. На самом деле, он тут сам себе противоречит, когда говорит о том, что пространства вот эти публичные, они в основном открытые. А он тут хоп, и начал опять про библиотеки говорить. Ну охренеть теперь. То есть, если мы будем говорить про библиотеки, то вот, ну, вузы являются. Бабы. Бабы, да. Нет, бабы, не бабы, не бабы, бабы, бабы. Извините. Ну, бабы тем более. Ну да, это даже не смешно. То есть, он говорил о том, что коммерческий аспект должен быть исключен. Если люди куда-то приходят и платят деньги за то, чтобы там находиться, это не считается, потому что это уже просто, ну, увеселительное заведение, какой-то там театр. Не платят. Видимо, да, видимо, у них библиотеки, так сказать, ты просто зашел, ня-ня-ня и там, и ми-ми-ми. Он здесь говорит, что вот я ходил, смотрел вас в Питере на памятники конструктивизма и думал про слово солидарность. Ну, он немножечко как бы говорит о том, что вот, наверное, в Советском Союзе это у вас круто было, реально люди были там друг за другом, горо и так далее. В Финляндии, говорит, это слово вообще кажется устаревшим и даже чем-то левацким из 70-х. Хотя вообще-то это очень важное слово, оно о том, что у людей есть эмпатия по отношению друг к другу, ну, то есть положительные какие-то эмоции. И, кстати, вот эта Мария, которая интервью инсуаршит, она говорит, блин, ну, как бы вот у нас-то говно было, такое тяжелое время и вообще лучше не вспоминайте. То есть она-то прям вот не из наших, что называется. Вот. Поэтому, вот давай мы с тобой, Никита, подумаем, насколько, насколько это вообще сейчас актуально. Вот давай вот нашу молодежь про, проанализируем. То есть понятно, что старики, про стариков ты уже сказал, они законсервировались, у них это все уже происходит, так сказать, ну, одинаково. Там в горсад Пушкина тоже там 40-летние мамки приходят там своих внуков 50-летние выгуливать. И как бы они там тоже общаются, потому что еще они там со своими кавалерами гуляли. У нас, кстати говоря, понимаешь, я бы не сказал, что намного слаще, чем в Финляндии климат зимой. У нас достаточно холодно зимой, скажем так. И я бы, вот не знаю, собирался ли я бы на улице зимой, это вопрос такой, интересный. Вот. А насчет библиотек, в библиотеке... Ну, давай насрать на улице, давай просто уже про публичные пространства поговорим. Что это, это он там что-то про минус 20 начал говорить и так далее. А мы с тобой, опять же, не зашорены. Вот и летом пусть, неважно, какая бы у нас ни была погода, у нас же есть такие места, вот что тебе в голову приходит, и насколько ты считаешь, это не канет в лету со временем? Насколько у нас молодежные такие места есть? Ты вот ближе к центру живешь, тебе виднее. Я-то тут как бы вообще у себя не вижу света. Вот у нас было такое место, опять же, двор МВД тот самый. Ну да. Понимаешь, каждое такое место скатывается в то, что туда ходят люди, которые, ну, не хотят, скажем так, там публично проводить время, балдеть, а они хотят, ну, какие-то другие ощущения получать, скажем так. То есть, ходят, я не знаю, на пицце подраться, условно, вот такие развлечения. На Руси, просто у нас на Руси другие развлечения, в отличие от Финляндии. Можно на пицце подраться, например. Можно подраться на пицце потом. Да, можно получить чужой телефон бесплатно, например. Вот такие вещи. Вот. Поэтому, к сожалению, такие места, они притягивают к себе людей, которые приходят туда, ну, не за тем, за чем мы запланируем, условно. К сожалению. Мы запланируем, что у нас на Дизайнер. Сидеть и мечтать, что люди придут, и там Бальзака будут обсуждать? Конечно. Я хочу, чтобы так, но будет, к сожалению, по-другому. Будет не Бальзак, будет Бомжак. Бомжак. А вот он, кстати, говорил о том, что очень сложно создать профессиональные публичные пространства. Вот тупо, где приходят именно художники. Ну, вот, допустим, повторюсь, за памятником Курчатова небольшой скейт-парк, да? Вот туда стопудово уже скейтеры приходят, и как бы это профессиональное у них публичное пространство. Я не знаю, к ним, может быть, тоже пацаны заходят, которые бесплатно телефон хотят получить? Мне кажется, он здесь не совсем прав, или, может быть, это Финляндия по-другому, я не знаю. То есть, например, опять же, возвращаясь к скейт-парку, и другую аналогию проводим. То есть, вот скейт-парк, там просто поставили рампу, соответственно, люди, которые катаются на чем-то, они туда приходят. И ты также поставь в какой-нибудь парке Пушкина у нас, да? Поставь какие-нибудь красивенькие, не знаю, условные, красивые, там, ну, не скульптуры, допустим, типа, как холсты, не знаю, придумай любое дерьмо, чтобы это выглядело, как будто здесь должны собираться художники. Условно. Вот. Я, по-второму, мощонку прибить, чтобы там было удобно. И я уверен, что там не будут тусоваться просто скейтеры, понимаешь? Не будут скейтеры тусоваться на месте, где как будто должны тусоваться художники. Там будут тусоваться художники, скорее всего. Просто вопрос, что когда наступит ноль градусов и нужно будет надевать подштанники, там никого не будет уже. Там будут чуваки-бомжи вот. И тут вопрос, вопрос в публичном месте. Подожди, а вот эти художники, им нужно ли такое место вообще? Тянет ли до сих пор настоящих художников собраться и подискутировать о том, что лисья дуба уже не те на траве? Я, честно, если я знал, чего художника в голове, я вот вообще представить не могу. Есть ли у нас вообще такая тусовка? Ну, наверняка есть, но она не очень большая, и поэтому под нее делать отдельное пространство никто не будет. Тем более, что вот Вилли, он об этом говорит просто, вот ему бы хотелось так. Но у нас же в нашей жизни беспонтовые, сраные, засраные, все делается за деньги, чтобы заработать денег. Как такие публичные пространства должны их перенести? То, что шаурму будет рядом продавать? Или эти художники начнут там прирабатывать и шаржи рисовать за 500 рублей? Не, ну это самое место кто-то должен сделать, человек, который будет получать какую-то условную... Вот именно, вот кто за этим следит? Рампы же надо менять, чтобы их не сломали. Это, между прочим, отчасти чувак, который торгует у нас DC вансом, да, то есть отчасти чувак, который типа развивает культуру у нас, чтобы у нас были чуваки, которые кидаются на скейтах, потому что они придут к нему в магазин и купят у него вансы. Может быть, они даже и колесики для скейта у него купят. У него же есть же там снаряга, наверное, как это. А, подожди, а на тех рампах есть их логотип? Ну, я зимой как-то видел. Вот я не помню, может быть, или не зимой, там зимой их не было. Короче, я видел его там логотип, это вот стопудово. Ну, то есть, вот на самом деле, несмотря на то, что он пытается извлечь, ну, абсолютно неиллюзорную выгоду из этого, Вилли бы отдал ему должное и сказал бы, что чувак крутой. Тем более, что я думаю, в Финляндии это абсолютно и не зазорно что-то сделать, так сказать, чуть-чуть прорекламировавшись, но как бы улучшить этим, так скажем, благосостояние города и его там внешний вид и тупо там культуру поднять и так далее. Ну, так вот, кстати, про конец. Про конец статьи. Не про конец? Да, они рассуждают про Дворцовую площадь. Бывал в Питере на ней? Ну, да, да. Там, где Александрийская колонна, вот эта здоровая, она очень большая. Это самое военное место в Питере, как бы. Ну, как бы, да, согласен с тобой. И вот они пишут, вроде вот это вот публичное пространство, но только чуть осень, там сразу так дуть начинает. Да ладно, так там же площадь, ё-моё. Ну, вот, да. Ну, видимо, обычно площади ещё чем-то закрыты, укрыты, а вот тут как бы не загорожены они ничем, но это как бы троллим сейчас. Ну, окей, и типа тусовка там? Да, и типа тусовка там, она на самом деле обречена на провал. Ну, как бы по тебе, опять же, бомжи придут уже просто и туристы. Но он так к чему говорит? К тому, что есть ли смысл её адаптировать или уже пусть это будет просто дворцовое-дворцовое место, куда приходят все японцы с фотоаппаратами, фотографируют её и насрают. Ну, и он говорит, что пусть лучше она уже остаётся, так сказать, это. Я бы, говорит, ничего на ней не менял, она уже сложилась. Я бы разве что устраивала временные события какие-то, ярмарки или что-то для детей. Ну, так чё далеко ходить? Возьмём Кремлёвскую площадь. Она закрытая. Красная площадь. На ней всегда тусуются. Да-да, на ней всегда тусуются. Поэтому, ну, не знаю, там открытая местность, там закрытая местность, там всегда зимой стоит каток и так далее, и так далее. Всегда там люди есть. Ты не встретишь, когда ты придёшь на Красную площадь, ты не встретишь, чтобы там ноль людей было. Это как бы нереально. Ну, короче говоря, видимо, для Вилли вот именно туристические places of interest, sites, что называется, это слишком mainstream. Нужно, чтобы именно какие-то субкультуры собирались в каких-то местах, и его вот это завораживает. Он вот рассказывает, что в Турине они хотели там в результате что-то там улучшить. Сейчас я посмотрю. Я просто... Я не представляю, что они там могли. Так, скамейки, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, на Сицилии есть скамейки, вот тупо в узких улицах между домами. Чуваки могут выходить и базарить соседи просто. В Турине, говорит, их не было. Мы это подглядели, сделали им скамейки, они бы все остались очень довольны. То есть, как бы, даже вот не надо что-то выдумывать сверхъестественное, достаточно просто поставить скамейки, и все уже само пойдет. Почему у нас в Сицилии были скамейки, там какие-нибудь гангстеры? А там, возможно, какие-нибудь ремесленники скамеечные именно исторически были всегда. И как бы вот... Там, может быть, знаешь, гробы делают и нары. Вот я о чем. И как бы в свободное время они прирабатывают и скамейки тоже еще сколачивают, как бы. И поэтому у них везде все в скамейках и нормально. А в Турине у них там... Что у них там в Турине? Олимпиада прошла, да, Олимпиада, там не было, наверное, ничего, все три тысячи лет. И как бы все. То есть все-таки традиционные вещи лучшие, сказала Мария, и интервью просто оборвалось. Не то, что там спасибо, что уделили время, это все просто. Все-таки традиционные вещи лучшие. Ну, вот такой вывод как бы нам делает стрелка-магазин. Вообще, я вот хочу сейчас после этого мы же высказываем свое мнение. Мы, кстати, сейчас вот в рамках этой темы ни разу его не высказали, но тем не менее. У нас вот очень много было таких мест, связанных с развитием, например, интернет-культуры, когда у нас был единственный провайдер интерсвязь, там все комьюнити, которое складывалось, оно сидело на внутреннем форуме, на внутреннем ИРК-сервере, то есть в ИРК-чатах. И очень часто все вот эти события, они происходили там, ну, на определенных местах. То есть, если в линейдж играли, а потом, простите, а потом славливались где-нибудь друг другу морду бить, вот это прииск непримерно. Во-первых, что ты мне сделаешь, во-вторых, я в другом городе, за мат извини. Вот. Вот славливались на прииске, потом никто, естественно, не приходил и так далее. Если это были ИРЦовки, то есть ИРК-канал, то либо на МРИ славливались, если это там 112-115-я подсетка наша была, либо это на Малибу, на Виктории славливались уже там на Комсомольском. Кстати, вот здание Малибу его продают, чтобы ты понимал. Хозяева. Да, то есть надо покупать и ИРЦовки опять там организовывать. То есть вот эти места, они на самом деле испокон веков, я вот еду там или иду, и там просто люди сидят. Ну, на МРИ, конечно, не сидят, это уже оксюмарон, там как бы, там не очень. А вот на Виктории и там вот где этот Малибу, там скверик этот небольшой, там вот по сей день там все время тусят чуваки какие-то. Причем, к сожалению, по твоей парадигме не очень лицеприятные. Такие же, как у них в Макдональдсе на Комсомольском. Вот я о чем говорю, что да, к сожалению, к этому и приходят. Просто да, брыганы какие-то сидят. Я не хочу верить, что мы когда там славливались еще с формом, мы так же это выглядели. Я хочу верить, что мы как-то поприличнее были. Так, ну в общем, 7 грехов веб-дизайнера у нас дальше, да, твоя тема? Да, то есть это мы закончили, послушали про... Я тебе-то заменил ссылку о том, что она теперь у нас есть с сайта, а тебе-то нет. Вот я сейчас ее тоже подвип... Нам предлагает, между прочим, GroonyDC. Это какой-то новый чувак. Я вот первый раз слышу, вижу такой ник. Да, я тоже первый раз. А, кстати, я больше тебе скажу, это сегодня, он сегодня предложил, за 2 часа там до того, как я начал темы отбирать, и он сегодня же и зарегистрировался. Так что это новичок, добро пожаловать к нам на сайт, молодец. Может быть, он просто чисто пиарит свой пост на Пикабу, я не знаю, но тем не менее. Ты думаешь, это он что там? Нет, там какой-то био 3D его запостил. Да мало ли, мало ли, мало ли. Короче говоря, с Пикабу, пацаны, новость. Спасибо, GroonyDC за новость. Короче, вся новость, на самом деле, вот эта вот на Пикабу, она под стать, в принципе, ресурсу, на котором мы читаем. То есть, это такая поверхностная статья абсолютно. Но, тем не менее, в ней есть зерно правды, скажем так. 7 грехов веб-дизайнера. И тут чувак делится болью. Он говорит, я, говорит, вообще-то типа это, по моушен-дизайну в основном, но я немного хочу с вами за веб-дизайн побазарить. И, говорит, на медне искал там для своего любимого сериала, вот American Horror Story, как я понимаю, AHS, как он пишет, новую серию, говорит, искал, откуда посмотреть. Он не пишет, скачает там бесплатно или платно, неважно. Короче, искал, где посмотреть. Как мы знаем в онлайн кинотеатрах, вот этих, тех самых. Он прям вот в самую, залез просто худшее, чем может быть. Худшее залез. Худшее залез. Он бы еще, я не знаю, казино смотрел, там какие-нибудь, казино, вулкан, условно. Он, да, он как Данте Легери сейчас по всем кругам ада прошел, и теперь в натуре ему открылось просто то, что... Ему открылось прозрение абсолютно. Что именно минусы, минусы ему открылись абсолютно. И вот они эти семь грехов веб-дизайнеры, говорит. Во-первых, первое, первое, что я увидел вот из опыта ища серии сериала. Первое, во-первых, надо всегда, то есть он пишет именно как бы в положительную сторону, то есть он не пишет, что плохо, он пишет, что нужно делать. Во-первых, чти предков, он пишет, первое. Это, во-первых, учитывает то, что люди все еще могут сидеть со старых дедушек-мониторов, как он пишет, которые соотношением три на два стороны, четыре на три. Если, говорит, ты думаешь, что нет, то, например, подумаешь, что многие люди, например, вторым монитором используют такой моник. Не обязательно, что у всех людей, знаешь, там, три монитора охрененные, 4K, там, они сидят, короче, балдеют. Нет, у многих людей, например, второй монитор на работе. На первом они, там, код у них открыт, а на втором условные сериалы, опять же. Вот, надо учитывать, учитывать, что мониторы бывают все еще старые, все еще со странным разрешением. Второй грех. И это, я думаю, самое страшное вообще, что может быть на этих сайтах, потому что, вот, он приводит пример, ты показывай просто, да, я показываю. Короче, он говорит, что, типа, вы, говорит, что хотите, делайте, но задолбайтесь отводить взгляд от кнопки ВКонтакте справа, огромные просто кнопки, то есть, сверстан таким образом, что пофигу, что там на сайте, мы, короче, впилили вот эти share кнопки, и нам поприлили. Там вообще все впилили, еще все красным, рыжим сделали, то есть тут... Да, там вообще все хорошо, то есть, не дать взору заблудиться, то есть, ну, это стандартные, как бы, такие вещи, о которых, опять же, мы уже сто тысяч раз говорили во всех темах, что просто, ну, если ты делаешь сайт про какой-то контент, нужно этот контент определенным образом выделять, чтобы именно он выделялся так, а не кнопки вокруг него. Третий грех. Просто мне на самом деле, вот то, что здесь показано, опять же, вспоминается, когда еще в школе смотрели сериал Lost, и сначала искали субтитры к серии, вот на таких же сайтах, а потом была такая тема, спойлеры к такому-то, к такой-то серии, и там чуваки на зарубежных каких-то форумах, они всю серию под лупой, под залупой рассматривали, и там, вот как сейчас на Ютьюбе модно красными стрелочками показывать, там типа, вот там на 15-й минуте у него на столе стоит фигурка члена, это потому, что через 15 серий, скорее всего, будет секс, и вот всякие такие, ну я утрирую сейчас, там на самом деле реально вещи, которые сами сценаристы подтверждают, что да, мы вот здесь не случайно поставили календарь, а на нем именно та дата, которая упал самолет, потому что время на острове остановилось там в тот момент, значит, вот такие вот вещи, и вот это все было на таких же сайтах, все, я только к этому. Ну, согласен, абсолютно, именно на трешовых сайтах, если уж не кривить душой, на трешовых сайтах, вот именно такая великолепная верстка, в кавычках, великолепная, естественно. Третий грех, это не обмани, не обмани, и тут такой пример, ну, сложный достаточно пример у него приведен, не очень понятный, скажем так, потому что да, иногда какие-то вещи, например, вот как здесь у него, типа, какая-то штука выглядит как кнопка, вот эта вот картиночка, картиночка похожа на далее, типа, вот эта типа стрелка далее, на самом деле, это просто картинка, просто картинка, которая никуда не ведет, никакого нажатия, никакого функционала она не несет абсолютно, но типа, может обмануть пользователя, потому что он будет... Меня обманывает изи, особенно боковым зрением. Да, нажимаешь и думаешь, что что-то будет направо, какая-нибудь галерейка, листаться, какой-нибудь слайдер, а на самом деле, на самом деле, это просто картинка, поэтому не обмани, это вот третий грех, четвертый, не лезь в чужой браузер. Ну, это классика, это классика абсолютная, что не нужно решать за пользователя, когда вы верстаете сайт, не нужно решать, какую делать ссылку, чтобы она автоматически открывалась в новой вкладке, или чтобы она открывалась как обычно. Не надо решать за него, сделай обычные, нормальные ссылки, пусть он сам, в смысле, пусть сам человек решает, нажать ли средней клавишей мыши, скажем так, на ссылку, и открыть ее в отдельной вкладке. Я тут прям полностью согласен, то есть мы уже тысячу миллиардов раз это обсуждали, но я все равно еще раз соглашусь, что вот в этом отношении наши пользователи уже достаточно компетентны, что они реально открывают в новой вкладке, или если открыли в этой же, они жмут кнопку назад, их это абсолютно не смущает, если они что-то хотят еще на том сайте посмотреть, они вернутся на него реально, если он того достоин, как лаверяет. Не, ну элементарно, то есть надо понимать, что если ты везде сделаешь такие ссылки, если ты везде сделаешь ссылки, которые будут открывать в новом окне любую твою страницу, то твой сайт просто еще и во вкладках затеряется, и до него все равно не вернутся. Во-первых, это, во-вторых, просто вот этот экспириенс возвращения назад, он теряется, то есть у тебя как бы вот это хлебные крошки, вот эта вот история, которая у тебя происходит на одной странице, она абсолютно теряется, у тебя просто получается как будто, ну, не книга, которая склеена страничке, вот как в книге, да, а как будто у тебя просто куча разных страниц валяется по комнате, и непонятно, что читать, и куда, чок, что делать. Ну, вот примерно так. Следующий грех – это алчность, ну, это понятно, это просто, типа, надо себя умеренно вести в рекламе, то есть я даже, я тебе больше скажу, у нас мы раньше читали вот всякие супер-туршовые сайты, типа вебмастера Максима, я не знаю, он все еще есть или нет, помнишь, да? Я тебе больше скажу, я на него был подписан, по RSS все еще подписан, но он куда-то скатился и не пишет, к сожалению. Вот, ну, вот такие сайты, короче говоря, чтобы вы понимали, сайты, которые, чувак хочет выжить за счет этого сайта, у него, видимо, там 10 кредитов, 10 машин, 10 квартир на нем уже, и он единственный сайт, который ему приносит деньги, он, видимо, не так уж хочет сильно работать и хочет много денег и ничего не делать, и, короче, делает кучу просто рекламы, да, к нему заходят на сайт, да, у него полезная инфа, но, короче, начинается просто торговля кольцами золотыми, короче, на сайте про веб-дизайн или про веб-майдинг. У него, на самом деле, там всякие реферальные ссылки на биржи потом пошли, вот это вот все? Да. Вот такой вот спам-контент и очень много вроде бы реально хорошей перелинковки, но она задалбывает где-то на третий раз, когда уже ты прочитаешь абзац и там, кстати, еще на эту тему я писал и список из четырех статей, еще два абзаца читать, а вот на эту тему я, кстати, тоже писал и еще четыре ссылки. И вот так вот люди, они как бы реально долго, наверное, внутри его сайта остаются и повышают ему поведенческие факторы, но это все равно алчность, это все равно грех веб-дизайнера. Да, да. Ну, он здесь приводит хороший пример, типа вот Яндекса хорошо сделана реклама, например. Следующее, он перестает выделять, то есть его не хватает уже на жирный, то есть человек на пикабу как бы пишет, и он устал, он просто вот устал человек, поэтому он уже следующий грех насилия не выделяет просто. жирный, но зачем? Люди и так найдут уже опытные пользователи. Они, да, они уже стилистику поняли, хотя я когда по-быстрому скроллировал эту тему, я-то вот как раз думаю, а что это один все большой пункт? Ну, думаю, ладно, разберемся, вроде что-то более или менее приемлемое. Так что оно прям нарушается, да. Насилие, ну, это имеется в виду насилие над пользователем, в том смысле, что не нужно, опять же, решать за пользователя, хочет он запустить видео или нет. Не надо его ему навязывать. Автоматический запуск видео, аудио, не дай бог. То есть, видео с аудио еще, например. А некоторые делают даже и рекламу, короче, которая типа видео, которая начинает тебе орать. Которая причем она появляется. Ты скроллируешь и хоп между абзацами выдвигается, как из жопы вылазит, такой, эээ, купи наши хэддэн шоуэрсы. Ты на нее наводишь курсором случайно и она начинает тебе орать. Да, да, да. Она просто начинает орать на тебя реально. И вот это очень жесткая тема. Очень жесткая тема. Кстати, еще из насилия я хочу сказать, вот в Телеграме там есть аудиосообщение и их можно проигрывать. И самое бесяое, знаешь, что ты одно проиграл и все остальные вслед за ним. Все пошли, да. Причем, даже если они через два часа уже случились и как бы ты по смыслу, я еще не хочу знать, что через два часа все-таки там кто-то кого-то там нахрен послал или что-то еще. Я вот хочу до этого дойти по ходу повествования, но нет, Телеграм, он все аудио, пока его на середине какого-нибудь не остановишь, он их будет все один за одним проигрывать. И это бесит. Да, я согласен с тобой, я тоже на такое наткнулся, сидишь, слушаешь какой-нибудь там приятный женский голос, скажем так, в чате, кто-нибудь записал свое звуковое сообщение. Достаточно приятное, достаточно приятное сидишь, а там в следующем какой-нибудь бас, какой-нибудь просто оперативный бас абсолютно. Как будто я щетина сразу выросла у девушки, она вот так заговорила. Ну, это не очень приятно, да, я согласен, но с одной стороны это да, а с другой стороны удобно, если весь чат состоит из таких месседжей, ты просто нажимаешь, поперлокишь. Да, но мне почему-то кажется, что вот добавьте тогда в настройках какую-нибудь галочку, автопроигрывай, хотя может она и есть, я на самом деле не настолько меня это взбесило, чтобы я там порылся в настройках и что-то как-то там это отключал, просто потому что, ну, у нас в чате хоть и есть аудиосообщения, но их не так много, что прям вот реально каждый день меня это бесит, я вот уже весь такой на говно и зашел. Но вообще, да, напишите в комментариях, если вдруг что-то как-то вы знаете, как в Телеграме с этим бороться. И сейчас я сразу опять вспомнил, я уже, я не помню, я где-то уже это говорил, а, в беседах на диване последней, что Сережа Мезенцев везде в Сереже микрофоне, он быдлил на велсакома, что говорит, вот ты, Валя, каждый раз, когда не знаешь, что сказать, ты говоришь, ну и, кстати, напишите в комментариях о том, что там, нахрена, ну ладно, ты один раз за видео этот прием использовал, но когда ты это говоришь в шестой раз, кстати, напишите в комментариях, о чем еще сказать, в шестой раз, то как бы это уже вот не тема. И я вот сейчас первый раз сказал, кстати, напишите в комментариях. Но мы, мы как велсаком, на самом деле, мы столько раз говорим, но пусть пишут, пусть пишут, вот ничего не могу поделать, пусть пишут. Ну да, это реально работает, ничего не можем поделать. Да, и последнее, последний пункт, которым здесь вот автор захотел указать, это гордыня. То есть тот грех, что когда ты на своем сайте, например, опять же, своего там веб-агентства какого-нибудь, веб-дизайн-агентства, ты пишешь, типа, мы лучшие, мы первые на рынке, мы самые успешные по версии там Васи Пупкина, мы номер один, мы топ, мы VIP. VIP, это все, это все, как бы нужно оставить уже, оставить это уже в 90-х, все эти топы, VIP, потому что... На самом деле, я так думаю, это грех заказчиков, чем самих веб-дизайнеров. Ну да. Видимо, ты должен был кровью, потом и там, я не знаю, чем еще стоять на то, чтобы только, не дай бог, это в продакшн не пустить. Ну, согласен, это себе дороже, себе дороже. И вообще, в принципе, вот все эти 7 грехов, я уверен, можно назвать еще 107 грехов. То есть это не полная статья, это просто чувак, его наблюдения. Его наблюдения. Вот мне даже, вот по тем скринам, которые он показывает, не использование SVG графики там, где это реально уместно. И вот эти замыленные иконочки, там, телефоны или почты, когда они в JPEG'е 10 на 10 растянуты, в 50 на 50, но используя ты уже SVG иконку, и все будет прям crisp, clean, simple, а вот нет. Ну да. Да. Ну и тут сразу первый комментарий, например, на Пикабу. Еще один Ньюб осваивает дизайн, и как всегда Ньюб пытается учить других, как можно, а как нельзя. У него, между прочим, даже два плюса вот такого комментария. Вот такие комментарии бывают, в принципе. Почему бы нет? Причем тут мало комментариев. У меня теперь реальное ощущение, что... Чувак протолкнул, да? Чувак протолкнул, собственно, свою тему. Ну ладно. Ну ладно, забей. Короче, вот такая, вот такая легонькая тема для дизайнеров. То есть абсолютно просто, знаешь, взбодриться. Вдруг вы... Знаешь, вдруг у нас все дизайнеры уже такие супер зашоренные чуваки. Точнее, они, знаешь, уже сидят, и у них космос. Они уже сидят. Они не Юга уже, да. У них какой-нибудь там просто... Они сидят, короче, шрифты сами рисуют уже. Просто, знаешь, у них, ну реально, там гении. Вот наши слушатели. Они открытые пространства публичные уже делают. Каждый день вообще. И мы им 7 грехов веб-дизайнера с пикабу, а? Они такие, о, как я давно это не слышал. Как я VIP, номер один на рынке. Вот это да, вот это да. Вот для таких людей, короче, для таких людей. В принципе, светские новости. У нас вообще, мы теперь в новом формате VR будем перерыв делать или как? Ну вообще надо бы его делать. Ну давай как-нибудь после светских. Там... Ну да, просто после светских это будет уже как бы finita la comedia, как говорят в Италии. Давай тогда в середине светских между вот тем, чем мы сейчас скажем, нашим блоком про, так сказать, кибербезопасность и между Apple. Давай перед Apple перерыв. Хорошо, хорошо. Короче, светские новости. Это, чтобы вы понимали, как бы блок такой новостей, он как бы не про веб-дизайн. Он как бы не про... Но это нам всем интересно. Это нам всем интересно. Вот первая тема, например... Как минимум это нам всем интересно. За вас уже как бы не ручаемся. Да, по крайней мере нам интересно, да. Вот, например, Telegram. Тот самый мессенджер, в котором у нас есть и канал, и группа. Опять же, подписывайтесь. Подписывайтесь, подписывайтесь. Пишите в комментарии. t.me slash uwebdesign Да, вот Telegram тот самый. Вы бы вот хотели наверняка знать, о чем нельзя общаться в Telegram. А вот новость, вот новость от каких-то... Я, извините, не знаю. Возможно, это очень известные чуваки, какие-то PRCY. Ну, это прикольные чуваки-вебмастера. Я вот на них подписан. У них их собственный сервис для проверки качества домена. Вот это все. То есть вот такое. Это такая же прикинтовка, как с BOOP немного, только вот другие. Ну, там у них очень смешно. Люди, которые, знаешь, любят разбираться с текстом, там в конце смешно будет. Я тебе просто покажу, процитирую. В общем-то, вот эти ребята в этом посте пытаются нам, опять же, некоторые выдержки. Выдержки речей Дурова сказать, что вот, типа, он сам сказал, что у нас в Telegram... Я вот, кстати, честно искал, извините, не перебиваю, искал оригиналы. Где ссылки на Дурова, где он это реально говорит? Я хотел вот посмотреть... Ну, короче, первоисточник не нашел. Ну, вот без первоисточника. Возможно, это не он сказал. Возможно, это Ваф Абзи. Человек, работающий под Дурова. Но, тем не менее, сказаны достаточно правильные вещи. И я уверен, что именно это так и работает в Telegram. То есть, конечно же, в Telegram, как любит Павел Дуров, полная открытость в плане разговоров про, там, какую-то социальную жизнь, про особенно, особенно открытость, про разговоров про политику. То есть, ты можешь прям жестко брать какого-нибудь своего любимого кандидата, например, Жириновского, и писать везде, Жириновский крутой чел, например. А? Вот так. Вот, например, так. И никто тебе ни слова не скажет. Вот это абсолютно открытое... Они сначала тебе скажут, во-первых, иди нахуй. Во-вторых, что ты здесь делаешь. В-третьих, я в другом городе. Сори за мат. Сори за мат. Вот. Это, значит, первое, что разрешено. Что запрещено. Читают цитату, абсолютно читают цитату. Популярный мессенджер с российскими корнями крайне агрессивно настроен по отношению пропаганды насилия и терроризма. Да, мы не приемлем цензуру во всех ее ипостасях. Разногласия последних месяцев с властями России и тому яркое подтверждение. Вместе с тем, есть вещи, говорить и обсуждать которые мы не можем разрешить пользователям Телеграм. Так у нас запрещены любые формы пропаганды насилия. Ну, в том числе терроризма. И дальше очень смешно. То есть это и так всем понятно. И так понятно, что действительно нельзя про это разговаривать. Нельзя. Но не то, что разговаривать, я имею в виду... Ну, как разговаривать? То есть если мы обсуждаем, что там условно какое-то насилие, там, не знаю, в другом городе, что ты мне сделаешь, да? В новостях, то, наверное, ничего страшного. Но если там мы разжигаем это насилие, это, конечно, уже нельзя. Конечно, уже нельзя. Не мы, а друзья наши. Конечно. Мы ничего такого не делаем. Мне очень нравится, очень. Вообще концовка прям... Прямо вот PRCY.RU. Вот так. Я согласен. Они немножечко по грехам. Вы дизайнеры, по мастеру Максиму. Если верить руководителю мессенджера, то только в октябре нынешнего года в нем было заблокировано свыше 8,5 тысяч каналов. Так или иначе, причастных к распространению терроризма. Напомним, ранее мы запустили собственный канал в Телеграм. Напомним, ранее наш канал как раз забанили за распространение терроризма. Распространение терроризма, да. То есть, пацаны прикольно пишут. Кстати, первый комментарий на этом сайте. Дурик продался ФСБ. Да, да, классика. Например, вот так. В общем, да, у нас тоже есть канал в Телеграме. t.me slash ewebdesign. И второй канал. t.me slash warcraft нижнее подчеркивание рус. Я сейчас здесь сделаю маркеры, они всплывут прям вам в лицо. А слушатели просто представьте. Да. Следующая тема. Продолжая тему как бы... Как сказать-то вещей, которые у нас запрещены или разрешены. Запрещенка. Нам некий... Запрещенка абсолютная пошла у нас в светских новостях. Skijuk. Skijuk. Прокомментировал. Тоже первый раз вижу. Первый раз вижу абсолютно на сайте. Skijuk. Пишет, говорит, еще темка. RKN ввел контроль VPN. Си речь анонимайзеров. С 01.11.17. Прикладывает ссылку. И пишет. Однако, возможно регистрация, например, для частных компаний в рамках заявленных бизнес-процессов. В суровые времена живем. Что такое си речь? Вот хороший вопрос. Я сто тысяч раз слышал это слово и уже забыл, что это... Я просто не слышал. Иными словами, понимаешь? Иными словами. Человек, Skijuk, он любит использовать слово си речь. Так вот, си речь анонимайзеры знаменитые. Ты когда, кстати, последний раз си речь делал? Я иногда что-нибудь съем, у меня так си речь прет прям вообще. И си речь даже иногда, потому что... Короче, на каком-то очень серьезном сайте. Выглядит очень серьезно, потому что здесь везде есть надпись RKN. И меня это... Он не открылся сейчас почему-то. Ты попробуй. Я переобновил, открылась, но до этого не было. Пацанов не могут дудосить. Абсолютно не могут. Короче, Роскомнадзоровский сайт, не больше, не меньше, rkn.gov.ru, говорит нам об этом. И у них здесь есть статья от 30 октября, что государство расширяет инструментарии противодействия противоправному контенту в интернете. И действительно, с 1 ноября в России вступают в силу поправки федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, которые определяют обязанности для владельцев VPN-сервисов. Короче, вся статья о том, что... Во-первых, теперь все сайты легко, если они чуть-чуть там только не подходят под нормы установленные, они спокойно блокируются. И, короче, доступ от популярных провайдеров, которые... Ну, от всех провайдеров, по сути, становится невозможен, скажем так, напрямую. То есть без суда и следствия теперь могут ewebdesign.ru забанить, если вдруг что? Конечно, если что-то не так, то... На самом деле в этой статье это не написано, но именно для этого закон и был принят. Потому что до этого нужно было судиться досвидос. Вот вспомни, там, знаешь, судишься... Помню, помню, да. Месяц хреновенный идиот, еще месяц можно скачивать. Вот, а теперь, значит, так сделают, что просто не успеешь даже ничего сделать. Но, кроме этого, естественно, естественно, все провайдеры обязаны, значит, блокировать... Вот все, что в списке есть, все сайты обязательно блокируются, это стопудово. Кроме этого, все VPN-ки, всевозможные, какие только, вот где предоставляются, все это должно быть заблокировано. Все с учетом требований Роскомнадзора, соответственно. Только если ты не заблокируешь, штраф, штраф. До хрена Баблинского. До хрена Баблинского, и это написано, по-моему, в следующей теме. Давай сразу перейдем в следующую тему. Спасибо Скиджуку, опять же. Вот еще новые правила. Это нам предлагает фронт-ендер уже. Что изменилось с 1 ноября? И здесь, между прочим, написано, прям денюшки написано, денюшки. Штраф грозит нарушение нового закона по исковикам. То есть, допустим, если ты в каком-нибудь Яндексе увидишь какой-нибудь вот сайт запрещенный, он открывается еще к тому же. Штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Причем вам. Такой вот. Вы его видите. Да, нет, конечно же, Яндекс. Им. Это серьезные. Серьезные вещи нам говорят. Я не знаю даже вот, когда бояться начинать? Когда бояться начинать? Когда его бизнеса? Здесь написано. Под действием закона также попадают и анонимные сети, такие как Тор и i2p. Все сервисы, обеспечивающие анонимные сети, теперь вынуждены ограничивать доступ к сайтам из черного списка Роскомнадзора. Вот у меня так сгенерировалось, что выходной узел Тор в Голландии. Скренов какой-то дурак в Голландии, который выдал доступ в Тор, будет блокировать что-то там из Роскомнадзора. Ну, ты понял. Из черного списка Роскомнадзора. Как они это будут проверять? Вот непонятно. Знаешь, я сам пока не понимаю, как будут проверять. И у нас, мне кажется, многие законы, мужики каждый раз в пивной спрашивают, как будут проверять? Вот многие, мне кажется, законы, если ты возьмешь, а как будут проверять? И мне кажется, будут проверять, кто прям вот сволочь, кто гад, того проверят обязательно. И скорее всего накажут. Слушай, мне иногда вот Путин поручает что-нибудь Медведеву, его кабинету, так сказать, министров. А потом не проверяет. И через год ВОЗ и ныне там. Вот вдруг тут так же будет? Вот не знаю, не знаю, для чего даже это делают. Просто сейчас эта тема очень сильно прям двигается. Кто-то говорит, что это точечно, да, там против кого-то. Вот чтобы были, так сказать, панломочия какого-нибудь условного кого-нибудь. Мне даже друг не рассказывал, кого, например, могут. 20-18. Вот чтобы просто гнобить каких-то конкретных людей. И теперь есть просто все. А в соответствии с таким-то законом вы сейчас просто говно будете жрать, собственно. И все. А у всех остальных людей, таких как я, ты, наши друзья, их это, может быть, даже и не коснется. И слава богу. Хотя, ну, у китайцев есть у них там супероборудование. У провайдеров и везде, которые снифят трафик так, что она тор-пакеты понимает и блокирует их. Но мне кажется, у нас, я не знаю, я говорил это в этом подкасте или только уже в приватных беседах, у нас на этапе только даже еще возможности закупок такого оборудования украдут настолько все бабки, что ни одного такого прибора все равно поставлено не будет, великого китайского фаервола. Но только если, опять же, лично Владимир Владимирович что-то не захочет. Ну, да, не дай бог, он этого захочет. Как, например, у нас школу вот в Челябинске отбахали. Вот так же, я думаю, если он захочет. Он, кстати, да, завтра-послезавтра будет у нас, по слухам. Да, возможно, возможно будет. И он, а вдруг он у нас в подкасте? Я тоже об этом сейчас подумал. Пригласить в подкаст, вы знаете, пригласить в подкаст Путина. Вот это, вот это я понимаю. Вот это будет сильно. Ну, понимаешь, у нас половина нашей аудитории, даже, возможно, больше, которая с Украины. Она отпишется сразу. Зато подпишется, тетеньки 60-летние. Которые поют все еще на тропе пенсионеров. Да, да, да. И будет у нас нормальный подкаст, наконец. Согласен, абсолютно, наконец-то. Будут деньги у нас, вот что возможно. Будешь голос, дети, вот деньги. У нас на Гиева пригласим, возможно. Вот, да, точно. Короче, вы это, далеко не выходите. Не расслабляйтесь? Да. Кстати, я вот, Никита, опять же, коротко. Ну-ка. Вот наш перерыв, на Ютьюбе там появляется маленькая заглушка, на которой, ну как маленькая, во весь экран, на которой написано t.me slash uwebdesign. А в аудио-версии у нас нет ничего там. У нас просто 5 секунд тишины. Да, это норма, это норма. Мне нравится юзабилити абсолютно. То есть, не будем туда вклинивать какой-нибудь там, а лучший канал про супер говно t.me slash uwebdesign? Да, пока не будем. Был бы круто, если бы у нас там супер джингл был, опять же. Ну да. Ну это надо что-то делать, что-то думать. Короче говоря, вы не переключайтесь. Все, продолжим с тем же накалом страстей уже после перерыва. У нас осталось еще несколько светских новостей. Парочка новостей еще после светских. Потом разработка, понимаешь? Разработка будет. Да, и разработка, она даже сложная. Поэтому не переключайтесь, смотрите, как это будет. Слушайте, увидимся через 5 секунд. Следующая тема у нас, даже блог, я бы сказал, тема про Apple. Вот есть такая корпорация, огромная, да? И фронтендер, вот фронтендер взял и просто не постеснялся, предложил нам про Apple. Такую тему, которая, знаешь, как это называется? Does Apple think we are clowns? Понимаешь? Думает ли Apple, что мы клоуны? На самом деле, на самом деле, я так и не понял, честно. Это все-таки все сарказм один большой? Ты мне сейчас пояснишь. Или это, ну, у чувака пригорело? Я так и не понял. Я абсолютно не читал эту новость, сразу скажу. Я буду вот смотреть, как ты говоришь, и тут поглядывать одним глазом. Но как бы, я так понимаю, фактура в том, что вышел iPhone X наконец-то. Он был анонсирован еще в сентябре, но только сейчас поступил в продажу. Да, да. И самое главное, что, конечно же, он вышел за большие денюжки, за тысячу бачей. А для Америки это, ну, достаточно дорого. Понятно, что они все это покупают по контракту, там, с Verizon или с ATT. Но, тем не менее, тысяча долларов, вот, как бы, дорого для пацанов. Все равно дороже, чем с прошлой. Да, положу же, баушные машины можно взять за эти деньги. Конечно, конечно. И он говорит, вот, вы, говорит, вообще, вот, сейчас я просто, с чего он начинает. Американская, говорит, традиция уже стала. Каждый год, 10 лет подряд, как, говорит, день сурка. Каждый год, 10 лет подряд все стоят за... Мы ходим в баню с мужиками, знаешь, в Новый год. Только за iPhone'ами стоят в Америке. И чего только, говорит, не происходит в этот момент. И, говорит, Стив Возняк каждый раз, говорит, клянется, что не будет на этот раз покупать iPhone. Брать себе. Ну, как покупать? Я думаю, что ему там бесплатно эти трубы. Да, потому что же и покупает. Какая разница? Ему и денег жопой жуй. Да, каждый раз, значит, он говорит, что не будет. Каждый раз, значит, вот это все. Потом, короче, в общем, тут еще очень красиво, это вкусно так написано, что, типа, вот полная клоунада происходит. Каждый раз, типа, там, я не знаю, короче, мы отдаем, типа, бабки, стоим в очереди, там. Типа, кому-то не повезло, знаешь, его аж обсуждают. Вот ему-то не повезло, короче, он не смог убить. Ну, я-то хоть нормальный человек встал, там, с утра, короче. Эппл специально, говорит, в 8 утра открывается пораньше, заранее. Вы лучше придите заранее. Потом, говорит, мы смотрим на этих счастливчиков, которые за день до этого стояли в очереди, короче, бедные. Вот, вот здесь все вот в такой манере описано, что это полный досвидос происходит каждый год. Вот, а всего-то лишь в айфоне X, кроме анимодзи, типа, ничего не выкатили. Типа, что там за тысячи баксов, типа, нового, якобы. Типа, всего лишь там хреновина, которая, типа, разговаривает, лицо свиньи, там, или, я не знаю, лисы, которые разговаривают, как мы. Какашки, какашки. Какашки, или какашка, да, или какашка. Вот, а тем более, что мы-то думали, айфон 8 выйдет за 700 бачей. Мы, говорит, купим, типа, все классно. И нахрен никому айфон X не нужен будет. А наоборот, больше хайпа получилось. То есть, получается, они выпустили сначала айфон 8, и те чуваки, которые хотят более топовый вот этот айфон 10, у них еще больше желания, понимаешь, из-за того, что вот была восьмерка. Ждешь, 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 все уже с восьмеркой приходят. Тебе надо айфон X, и ты такой, блин, короче, это все то-се, короче. Ну, нет, я больше, чем уверен, что... Ну, может быть, здесь, конечно, был момент того, что там, как обычно, детали вовремя там не подвезли и так далее, поэтому задерживали немного продажи. Но я думаю, что с точки зрения маркетинга здесь тоже есть какой-то элемент, который вот не случайно это все сделано. Да, я уверен, что есть. Вот, здесь вот все об этом, вот, например, типа... Дальше, короче, начинаются всякие слухи. Опять же, тут вот про Блумберг, который, типа, пишет, что... Сейчас я вспомню. Тут, короче, была тема... А это здесь или... Нет, это не здесь. Типа, короче, лет это в следующее... Что OLED этого цвета, это в следующее будет спойлер. Да-да-да, там было. А здесь, короче, просто, что... Блин, я даже не вспомню уже чего. Ну, короче, в общем, здесь полный, типа, цирк с этим айфоном X. Вот полный цирк, Face ID, вся фигня, что это все ничего не работает, короче. И полный досвидос, а мы все еще, типа, покупаем... Подожди, ты что, реально не работает? Ну, типа, что... Опять же, он там... Ну, типа, в смысле, оно работает, но, типа, плохо. Ну, тут вот чувак именно стебет. У него, видимо, я не знаю, пукан пригорел. Типа, что полная клоунада, типа, с этим айфоном, что он уже ничего нового не выпускает. Мы все стоим в очереди, ждем, типа, покупаем за тысячу баксов, а там анимод здесь сплошные полные. Ну, слушай, мне почему-то кажется, что там все равно достаточно много инноваций. Да, конечно, конечно. И он вот мне не рассказал, а какие приложения работают на айфоне X лучше, из-за того, что у них там нейросеть, там, типа, нейрочип, который там обучается и так далее, который не работает из-за этого на восьмерке. Ну, то есть, в самом деле, там же это тоже было заявлено. Он, как бы, понятно, что вот, ну, статей, которые хейтят айфон X, стопудово можно написать очень много. И, как бы, их и пишут, и не он один, и так далее. И на этом просто, опять же, ну, создают противовес информационный всем остальным восхваленным статьям, там, и видосам, в которых говорят, «Вау, это там суперлучшее вообще, что было когда-либо, там, и так далее, там, Apple заново изобрели, там, телефон, заново изобрели смартфон, и так далее». Ну, серьезно. То есть, я-то думал, тут будет по существу, а тут, как бы... Нет, я тебе говорю, здесь в том-то и дело. Здесь просто чувак очень красиво пишет. То есть, вот, если его просто почитать, просто прикольно, он там стебет как-то, но не больше, то есть, здесь никаких каких-то жестких фактов, ничего нету. Хотя, опять, вот он говорит, типа, я сейчас, на самом деле, использую восьмой айфон, и, на самом деле, я, говорит, вот, опять же, он, конечно, кокетничает, может быть, ну, или, как это называется, прибедняется, но он, говорит, я, говорит, не вижу особой разницы с айфоном 7. Ну, вот, года через два увидит, когда на семерке уже начнет тупить новая прошивка из-за того, что там не А10, а А9, и все, и он такой, блин, я-то ведь не видел разницы никакой, а вот она есть, поэтому можно сколько угодно говорить там, да вот, да зачем я, как бы, вот зачем вообще новый айфон, как бы сам купил, и такой, да зачем вообще новый айфон, я вот не понимаю, зачем он нужен, я вот как бы просто купил и купил, он бы еще десятку в результате купил, такой, да вы, как бы мы все клоуны, ну, ты же ее тоже уже купил, тем не менее. Ну, в общем, в общем, странная, странная статья, но, тем не менее, спасибо фронтендеру за медиумные какие-то такие вот прикольные статьи, где чуваки что-то пытаются, что-то пытаются сделать. Давайте дальше пойдем, опять же, раз мы уже начали про Apple, к минусам, к минусам. Мы сегодня все про минусы, про минусы Apple и нового айфон 10. Apple предупреждает о возможном выгорании OLED-дисплея iPhone X. Это GeekTimes.ru пишут. Ну, это я уже сам нашел. То есть, если Тором еще предложил фронтендер, то тут я уже решил дальше тему раскрыть. Угу. Те самые вот эти хваленые, охрененные OLED-дисплеи, которые в новых айфонах, и вот в этом вот Pixel 2 от Google, трубки от Google, они оказываются, у них есть примечание, как знаешь, к препаратам. Типа, вот вы принимайте, принимайте, но беременным женщинам как бы нельзя. И здесь то же самое, то же самое, что вот это, да, OLED-технология, такая-сякая, классная, офигенно светит, все круто вообще, просто супер. Но то самое вот этот эффект, когда у тебя на экране одна и та же картинка, допустим, долгое время происходит, то у тебя выгорают реально, выгорают дисплеи какие-то, части дисплея, там, я не знаю, насколько это быстро происходит, как я понимаю, не сильно быстро, но тем не менее, это может происходить просто потому, что вот так устроен OLED-дисплей. Угу. Как бы, тут надо учитывать, что в айфоне, во-первых, есть автояркость, многие люди, конечно, ее выключают, но тем не менее автояркость. Я не вижу в этом смысле, я вот включаю тоже. Автояркость, да, автояркость спасает, и, во-первых, ну, господа, вы, как всегда, забудете, вы в толчке сидели, у вас ярко было, вы настроили дико ярко, а потом ночью с утра проснулись, и все глаза выжгли себя OLED-ом полностью. Вот, поэтому, да, автояркость спасает, потому что она как бы контролирует ваш дисплей, соответственно, он не будет постоянно в одном и том же положении выгорать один и тот же пиксель у вас там на вашей иконке условной. Да и может она там даже экономит какую-нибудь батарею, что-нибудь опять же там, ну, серьезно, то есть если ее придумали, значит, это кому-нибудь нужно. Вот, это, значит, автояркость, потом, кроме этого, что еще спасает? Во-первых, последняя ось, конечно же, последняя ось обязательно. То есть там какой-нибудь полученный, их раздает. Мне кажется, на айфоне X, кроме 11-ой оси, ничего не работает. Да, уже ничего не будет. В-третьих, нужно настроить на телефоне функцию отключения дисплея во время бездействия телефона. Как мы знаем, не надо, чтобы у вас трубка постоянно горела, это тупо. Ну, и в-четвертых, не стоит оставлять на экране статичное изображение при максимальной яркости долгое время. Но это тоже, это, в принципе, я это знаю еще... Это еще про телевизоры говорили. Конечно, конечно, меня еще родители пугали, что не играю в Dendy. Во-во-во, это вот прямо оттуда же еще. Возможно, они на самом деле здесь просто как-нибудь скосикнули, не хотели признавать, что у них там вся партия дерьмовая, этих айфонов X. Такие, ну, слушайте, короче, вот вы долго на нем не играете, вот вы дайте ему передохнуть, вот вы потом его выключаете, и все у вас будет нормально. А на самом деле, вот в чатике у нас Сережа Батылев, про которого мы тоже тут периодически говорим, он вот себе взял 8+, и на мой вопрос, а что ты ведь не взял айфон X? Он такой, короче, это новая линейка, вот ее еще пока не оттестировали, еще вот она не выдрачена вся. И вот, типа, вот когда будет, типа, вот айфон X2, вот тогда можно брать. Ну, слушай, вот я говорю, вот... Видимо, он как в воду глядел. Есть люди такие, да, а есть люди наоборот, вот у нас чувак на работе, разработчик под iOS, короче, у него все, естественно, все, что можно, это iOS, и в том числе часы. И у него часы самые первые, самые первые часы, пловские, он говорит, идеально все работает. Вот абсолютно нет смысла ждать, вообще не было смысла ждать вторую. Я, говорит, поставил последнюю ось, все работает на этих часах, все отлично, у меня вообще никаких нареканий абсолютно нет. Поэтому тут хрен знает, надо ждать, не надо ждать. То есть, как бы, Эпо, может, как много будет. Нарекания у них были по поводу долготы автономной работы. То есть, как бы, банально первые сильно быстрее разряжаются. Если он сильно там не бегает, не прыгает, в них там давление себе не меряет и еще заряжает каждые полдня, то, может быть, как бы и да. А вообще... Да, как бы, железки, да, железки, понятно, что они усовершенствуются. Можно так, в принципе, вообще ничего не покупать, а потом... Вот у меня батя, наверное, сейчас бы нам сходу сказал разницу между вторыми и первыми Apple часами, еще между третьими, потому что он мне тогда... Я ему говорю, так я говорю, батя, что, надо, говорю, последнее брать, там же, типа, симка. Он такой, ну, короче, в России на наших частотах не работает, потому что там, что, кого, надо ждать, опять же, там четвертый, может быть, там будут наши, там, герц, там это. Я понял, понятно, все. Ну, короче, батя велся ком, как мы поняли, в общем. Между прочим, в этой статье написано, я хочу напомнить, что для iPhone X экраны, сами дисплеи делает Samsung, а для того самого Google Pixel делает LG, по-моему. Вот. То есть, как бы, конкуренты делают своим конкурентом дисплей. И я боюсь представить, вот представишь себе, какой контроль должен быть приемке этих дисплеев у конкурентов. А, чтобы саботажа не было, ты мне еще... Да, то есть, ты представляешь, мужик, который принимает, расписывается последний за то, что пришла партия дисплеев от Samsung, что все хорошо с ними, каждый из них OLED не выцветает. Ну, слушай, ты же понимаешь, в мире таких больших бабок, опять же, ну, в следующий раз у тебя не купят эту партию, а это же все равно деньги. Да, как этого чувака потом просто, ну, посадят на iPhone. Да, это насрать на чувака, повторюсь. Samsung тупо, если они реально будут саботировать, они следующей партии лишатся. А, типа, они так, что... А это стопудово миллиарды просто, и все. Они же, там же все сухо, на самом деле. Ты можешь с чуваком судиться, а с ним же сидеть в бане пиво пить. У него же... Ты его конкурент, но ты ему же продаешь какую-нибудь комплектуху. Это просто же... Ну, да. Потому что клаунс. Согласен клаунсу, абсолютно. Так, это последняя у нас тема про Apple, или не последняя? Да, да, слушай, последняя. Сейчас еще две... Да, это последняя. Я просто еще хочу сказать, что вот когда... Ну, я не знаю, когда это было, может быть, лет 6-5 назад, я тоже еще сильно прям вникал во все эти технологические штуки, именно в плане развития там экранов и так далее. И тогда была популярна вот AMOLED. Не OLED, а AMOLED. Это тоже какие-то типа там жидкие диоды, то есть не просто краевая LED-подсветка, HLED, а именно каждый диод там светится и так далее. Вот напишите в комментариях AMOLED и OLED. Это одно и то же? Или OLED это продолжение руки, как AMOLED? Или... Ну, как бы, да, поясните, пожалуйста, за жизнь. Понятное дело, я могу просто после подкаста это загуглить, но мы же здесь любим интерактив, мы же любим, чтобы вы писали в комментариях. Поэтому напишите, пожалуйста, а мы будем двигаться дальше. Вот светские новости не заканчиваются. У нас сейчас там про Intel какие-то вещи. Вот, да. Следующая новость, она продолжает нашу рубрику, которая как бы нам рассказывает о том, как, казалось бы, смертные конкуренты, вроде конкурируя на одном поприще, вполне себе успешно сотрудничают с другом. И вы просто вдумайтесь в заголовок. Intel взяла графику Radeon в свой мультичиповый модуль. Так, уже хорошо. Жаба с гадюкой, по-моему. Вот тут, да, тут полная жаба с гадюкой. Как вы помните, бренд Radeon сначала принадлежал канадской компании IT. Хотя я не помню, IT, может, и не канадская, но вот потом я купил AMD, и AMD это вроде уже канадский. Ну, я могу что-нибудь перепутать, как бы тут здесь, как всегда. Все совпадения случайны, как обычно. Это другой какой-то Radeon и Intel. Вот. И Intel, и AMD, они на самом деле суперконкуренты на, так сказать, на поле центральных процессоров для настольных, ноутбучных систем, серверных и так далее. Хотя серверных, по-моему, даже и не конкуренты. Там AMD ничего не может предложить. Настольных и лэптопных решений они, допустим, конкурируют. Но, но, у Intel, у них есть вот это вот их встроенное графическое ядро, там Intel GMA, сейчас оно Intel Iris называется. Ну, короче, Intel встроенная видяха, вот это то, что мы привыкли. И тут они решили совместить несовместимое, а именно, ну, как бы дискретную графику, то есть отдельный графический чип и внутреннюю графику процессора и построить вот такой мультичиповый модуль. Здесь на картинке видно, что вот внизу на печатной плате у нас был проц, был видеопроц, вот две микросхемки на подложке, и еще четыре, ну, четыре микросхемки с GDDR5 памятью, то есть они тоже к видеопроцу относятся. Теперь, благодаря супергениальным инженерам Intel, они умудрились это все совместить в рамках одного модуля. И там все эти чипы, они мало того, что связаны с супершиной быстрой, которая позволяет им обмениваться информацией, в роли чипов у нас сегодня. Intel Core восьмого поколения, полустандартный графический чип Radeon, то есть понятно, что это не будет там какой-нибудь 490 Radeon, самый последний топовый, но полустандартный. А также вертикальный стек высокопроизведительной памяти по интерфейсу High Bandwidth Memory второго поколения. То есть несколько чипов памяти смонтированы друг на друга, то есть вертикально. Четыре, по-моему, там конкретно, ну, неважно, сколько, может быть, там в разных версиях будет, где-то 4, где-то 2, где-то там 6, в зависимости от количества видеопамяти. Ну и, короче говоря, супер прям в 50% сокращается то, какое оно пространство занимает. И, кроме этого, оно еще питается все по одному интерфейсу. Сейчас посмотрю, как оно называется. EMIB. Embedded Multi-Dye Interconnect Bridge. Одна большая такая, ну, не шина, а система совместного энергопитания. Я, на самом деле, позволю себе сейчас включить вот этот ролик с YouTube. Я его просто смотрел, он там обзорный. Буквально полторы минутки идет. Но там нам инженеры прям объясняют доходчиво. Я вот уже на фуллскрин это разверну. Я тоже себя включил. Я звук сильно убавил, чтобы вот чуть-чуть тише нас было слышно. И вот они прям говорят, блин, у нас супер ноутбуки, ультрабуки, теперь не придется вам выбирать между вообще производительностью и размером, потому что мы умудрились уместить все. Ну и вот сейчас они два этих чипа приподнимут на повседневность и совместят на одну шипу, посмотрим. Ну слушай, по-моему, прикольно. По-моему, выглядит прикольно. Уже скоро я не знаю, размером не знаю, с чем будет. Да, то есть уже размером доходит, с чем и так было. А тут просто еще и производительно теперь. То есть это практически дискретная графика, но в теле не дискретная. Ну, по факту, да. У меня только вопрос, опять же, логичный абсолютно, почему не использовать не конкурента Родиона, а взять NVIDIA, например. Ну, не конкурента AMD, а прийти к NVIDIA и сказать, дайте нам чип. Ну вот, чтоб ты понимал, есть такая вещь, как набор системной логики, то есть чипсет. Ну вот условно сейчас Z370, там, да, на десктопе популярирует. Вот там Intel, как бы сказать, доминант, но у NVIDIA, у них кроме GeForce, у них есть N-Force, и N-Force это вот чипсеты. Они их все еще делают. И, видимо, у Intel из-за этого на NVIDIA прям зубы не точат. И поэтому они с ними большие конкуренты, чем с AMD. Ну да, все может быть. Хотя казалось бы, то есть, ну, реально. Может быть там по тендерам просто подписали, как обычно, и опять же там сухая логика и цифры просто, конечно. Да, может быть, просто AMD первая сказала, да, мы с вами будем сотрудничать, тупо сделаем и поставим 20 тысяч миллиардов таких решений к апрелю уже там, условно. Хотя вот тут написано, что в свою... Судя по всему, это взаимовыгодное сотрудничество. Компания Intel выпускает решения для геймеров, где и так стоят процессоры Intel. Но при этом отнимая маржу у AMD, то есть продавая ее продукты и опуская AMD на уровень просто поставщика компонентов. То есть, условно говоря, если они подомнут компанию AMD и сделают ее всего лишь поставщиком получипов, AMD заработает меньше денег, чем если бы они полноформатные чиповые решения предоставляли. Но знаешь, это все равно, что вот есть там мы, есть какой-нибудь там муравей-каст. И мы такие берем, покупаем муравей-каст и говорим, у вас теперь есть рубрика в нашем подкасте. И как бы рубрика в нашем подкасте, это не равно отдельному целому подкасту. Это всего лишь рубрика уже в нашем проекте. Вот Intel, возможно, таким образом хотят просто поглотить AMD и сказать, чуваки, вы уже как бы нам проиграли на основном поприще, давайте просто уже под нами будьте. Крен его знает. Посмотрим, как будут развиваться события. Но вот мне прям вот показалась эта новость интересная. Кстати, если перейти по ссылке, которая в самом начале статьи, которая войдет в полустандартный GPU от AMD. Видишь такую ссылку? Вот на нее, если щелкнуть, там будет чувак из Intel, который нам докладывает об этом. Вижу его. Вот как ты думаешь, такой чувак мог ошибку допустить? Мне кажется, этот человек, он вообще ни в чем не ошибается. То есть он даже, знаешь, он даже не кладет больше сахара в чай, вот чем может случайно. Вот то есть не две, а три ложки условно. То есть это человек, который, ну не знаю. Не знаю, он просто спушит и не кладет. Идеальная улыбка, зубы и вообще. Вот поэтому я верю в то, что он все просчитал, когда это сотрудничество было заявлено, объявлено. И да, мне вот сейчас надо опять на паузу нажать, посмотреть, там что-то кошки в коридоре буяни. Сейчас, 10 секунд, ага. Нажал резюме. Короче говоря, вот поэтому я думаю, эта коллаборация, это абсолютно сухой расчет. И судя по довольной улыбке Кристофера Волкера из Intel, не в пользу AMD этот холодный расчет оказался. Я сейчас, кстати говоря, посмотрел его другие фотографии, и они не менее уверены в себе, скажем так. А как ты это сделал? Просто загуглил Кристофер Волкер Intel. Я просто написал Кристофер Волкер Intel. И там абсолютно человек, который не то что не ошибается. Я бы не знаю, я бы ему доверил просто вот хоть что бы ему дал. Вот просто вот хоть что. Он не из той поговорки, что вам дай в руки хрен стеклянный, вы хрена разобьете и руки порежете. Нет, он абсолютно ничего не разобьет. С подложками между кремниями фотографируется. Да, до свидос, до свидос. А, он вице-президент и генеральный менеджер ноутбук продакт групп. Понял? То есть он именно за мобильные решения отвечает. Да, да. Гений. Окей, у нас, между прочим, следующая тема. Какая-то, судя по картинке, должна быть просто космос. Да, она на самом деле вроде бы и разработка, но на самом деле еще светские новости. Мы в прошлый раз с тобой смотрели от Вастрика вот этого статью про блокчейн. Было, было. Он реально прямо ее неплохо так написал, разложил все по пунктам. Про Олега, кажется, и Ивана, который у него воровал. Я уже сейчас не помню имен. Но, на самом деле, еще в 2014 году у него была статья про дивный децентрализованный мир. И я, если честно, когда вот только еще... Я отложил в прошлый раз. Отложил. Отложил эту статью еще в прошлый раз. Такой типа, блин, он тут нам пишет, что у него есть приквел и сиквел. Вот это приквел. К той статье будет еще сиквел про эфир. И про него мы поговорим через неделю, забегая, так сказать, вперед. Так что через неделю тоже обязательно нас слушайте и смотрите. Так вот, и я на эту статью, на самом деле, возлагал намного большие надежды. Я думал, он здесь прям расскажет прям о ИБ-истории, о всяких там юс-группах и так далее. Ну, нет. Он здесь, конечно, про многое рассказал, но не так, как я бы это хотел. Но, тем не менее, ознакомимся. Просто в, так скажем, галопом по Европам. Я не буду сильно вникать. Он рассказывает про историю вообще всех распределенных и нецентрализованных сетей, так скажем, которые существовали в нашей жизни. И не только сетей, так сказать, на замену интернету. Ну, он здесь начинается с того, что был FidoNet. И FidoNet был до интернета непосредственно. То есть как бы это распределенная сеть, эксперимент, которая была до того интернета, который появился в нашем понимании. Там с DNS-серверами и прочими вот этими вещами. Вот. Он говорит о том, что это в 84-м году еще был создан FidoNet геем-анархистом для обменной информации между BBS-ками. То есть досками объявлений. И у них впервые информация хранилась... Ну, как впервые? Там все было еще впервые в те времена, в 84-е года. Ну, в общем, вот в FidoNet информация хранилась на компьютерах пользователей, серверах, которые в ночные часы одновременно созванивались по телефону и обменивались ей. То есть это было децентрализовано. Оно как бы все было в каких-то узлах. То есть что-то было серверами, что-то было пользователем, но была некая синхронизация. Идея была привлекательна и интересна, но так и не захватила мир, потому что в 90-м придумывают интернет. А спустя почти более чем 10 лет, в 99-м, когда интернет уже вошел всеми своими TCP, IP, в процветающие дома США, появился Napster. Мы с тобой в этом подкасте в нашем уже тысячу раз про этот Napster говорили. Ну как, тысяча, не тысяча, но, в общем, была такая сеть файлообменная, в которой много mp3-шек раздавали. И поначалу она, конечно, изменила мир, все хлебнули, так сказать, вот этой халявной музыке, а потом, конечно, ее накрыли, над ней надругались, ее купили правообладатели, и под ее брендом еще пытались что-то там продавать, но это, конечно же, смешно. Это значит все равно, что нас купят, и под нашим брендом будут там на хауди-хо ролики заливать. Ну как бы. Можно, конечно, такое... Это ладно, если туда, на Вилсакома. Ой, на Вилсакома это прям просто линч на глазах у страждущих, у всех. Короче, Napster, конечно, требовался сервер, но на сервере хранился всего лишь индекс, то есть список всех файлов, которые доступны для скачивания. Вот даже вот я только когда это прочитал, мне уже это напомнило, во-первых, торренты, во-вторых, осла. То есть в осле мы соединялись с сервером как раз для того, чтобы получить список файлов, которые есть в сети, плюс, ну там на сервере хранилось, у каких пользователей эти файлы лежат. То есть на какие эпишники долбиться с целью, так сказать, получить искомый ролик или там что-нибудь. Здесь есть мелкая схема про то, как работает Napster-сеть, работала. Ну мы как бы уже это поговорили, кроме шуток. Вот он говорит, что в 2000-м запускаются сети Gnutella и E-Donkey. Ну E-Donkey это как раз осел, про который я уже сказал. Gnutella это проект, продукт нуль софта, который создатели плеера VNAMP. Они все вдохновились успехом Napster, пытаются его улучшить, предлагают полный отказ от центрального сервера со списком файлов. Вместо этого каждый клиент Gnutella знает о эпишнике нескольких соседних, которым отправляет поисковый запрос. Ну короче говоря, он отправляет на соседние, если те не знают, они тоже отправляют на соседние. И так не больше семи уровней. Если на семи разах не найдено, то тебе приходит, что не найдено. Как бы все хорошо, все децентрализовано, нет сервака, но запросы могут выполняться около двух минут. Ну представь, семь опросить, а в 2000-м году еще скорости как бы не очень прощие. Да. Поэтому не то, не то. Тем более, оказывается, AOL, когда купила Nullsoft, вот AOL вообще, это просто худшая компания. Вот про Google говорят, что корпорация зла. Вот на мой взгляд, AOL корпорация зла, потому что она много вещей купила, вот например, Nullsoft, по-моему, Netscape, и все их потеряли, ну вы поняли, профукала. Мне кажется, или это изначально какая-то телефония, нет, в Америке? AOL. Ну слушай, нет, ATT-телефония, а AOL, у них новостной портал был, почта, ну примерно как Яху. Я тебя понял. Ну по-моему, даже Microsoft Messenger изначально это был AOL-овский какой-то там продукт, или у них тоже был какой-то свой мессенджер. Ну в общем, я вот в этих сортах дотком-проектов 2000-х не очень разбираюсь. Ну да. Короче говоря, здесь они дальше говорят, что E-donkey был намного круче, что там уже как бы была децентрализация, но каждый сервер все равно знал файлы тех клиентов, которые к нему подключены. Ну не было гигантского такого сервера E-donkey всей сети, были локальные сервера, даже у нас, опять же, возвращаясь к историям про нашего провайдера Интерсвязь, локального в Челябинске, тоже был свой E-donkey сервак, на котором вот, ну, локалка вся наша была построена и было прикольно. То есть это был гигантский такой файлообменник, в котором раздавалось все, начиная от пиратских фильмов и игр, играх и заканчивая там порнухой, условно. Да, и прикольными роликами. Ну, то есть порнухой, опять же. Понимаешь, в чем дело? Я вот не знаю, как наши чуваки догадались даже, что вот сделать такую штуку на весь город, как бы, это даже как бы прикольно. Да, слушай, я действительно восхищаюсь ими. Они очень многие вещи догадались, как ты говоришь, сделать. Вот форум, а как они форум догадались сделать? Так вот именно, то есть... Движон для блогов они даже догадались сделать, когда были вот эти бложики тоже в EG. Да, да, да. Короче, гений. Какой вот просто гений. Нет, они же в книгу рекордов Гиннесса попали еще за то, что смайлик самый большой сделали. Да, да, да. То есть, ну, что-то вообще... Они сейчас, вот кто-то там говорит, вот у нас там на Украине 200 мегабит в секунду там, я открываю газету, у нас 330 в интерсвязи. И как бы по той же цене... У нас гигабитка есть, нет? Нет, гигабитка это локальная. А тут 330 четких в интернет дают. Прям вот до Яндекс.ру. Ты просто представь себе 330. За те же бабки, за те же 600 рублей. Все же уже давно знают, и нами пропиарено, что в Челябинске интернет просто один из лучших в мире, можно сказать. Вот серьезно, один из лучших в мире. Вот поэтому, видимо, просто у них какие-то гении работают там, или работали, которые все вот это поднимали. Сейчас-то как бы, ну, провайдер и провайдер. Хотя, опять же, вот умный домофон сделали. Я с телефона могу домофон открывать просто из-за того, что интерсвязь витуху до домофона прокинула, и какой-то контроллер сделала, который там сигнал преобразовывает из интернетного сигнала в открытие домофона. Поэтому они молодцы, реально. Мы идем дальше. Появляется проект FreeNet. Вот он одним абзацом, проект FreeNet, который призван был создать собственный распределенный децентрализованный интернет поверх существующего. Однако, как и любое другое ПО с префиксом Free, особо ничего не добивается даже по сей день. Ну, видимо, просто он нам рассказал о FreeNet, как первой такой вот возможности сделать интернет над интернетом, как Tor и i2p. Про них, кстати, тоже здесь будет. Потом в 2001 появляется BitTorrent. Это действительно прям вот веха в истории. И оказывается, на Python он написан, и клиенты протокол. Представь себе. И он полностью open-sourcing. В отличие от Gnutella, Edonky, Napster. Он прям реальный. Бери и делай. Именно поэтому так много BitTorrent клиентов разных. Потому что он open-sourcing. Он, конечно, похож на Edonky в том смысле, что он убирал взаимодействие между серверами. То есть трекеры их теперь назвали. И все создатели раздачи теперь этим занимались. То есть они, когда этот торрент-файл генерировали, там уже, во-первых, список всех кусков, которые входят в раздачу. То есть там же на торрентах все маленькими кусочками скачивается. Если посмотреть на графу файла, когда у тебя что-то скачивается, там такими полосочками все окрашивается. Ну, кстати, в Asli так же было. Вот кроме этих кусков, в торрент-файл в конце еще хранится список как раз всех трекеров. И опять же, провайдеры уже, и интерсвязь в первых рядах, они на самом деле снизили нагрузку на свои сети, потому что все, кто скачивали торренты, они долбились все в Москву, туда там, на torrents.ru еще, когда root tracker так назывался, они сделали re-tracker. То есть они сказали, у нас свой здесь трекер, если уже у кого-то из нас внутри иски, внутри интерсвязи есть эти же файлы, то сразу можешь с них, с их айпишников скачивать просто локально, и все. Тем самым, опять же, они, вот это, это достаточно передово было в тот момент, что у меня с root tracker скачивается, во-первых, не тарифицируются какие-нибудь там новые серии lost, опять же. Так они еще и скачиваются со скоростью локалки. То есть тогда это было 100 мегабит, а там безлимитка у нас была там 12 мегабит. Я не помню, сколько это было, о каких сейчас цифрах идет речь, но это было тоже очень круто и здорово. Вот. Ну, он здесь говорит о том, что еще добавили поддержку DHT, это механизмы распределенных хэш-таблиц, то есть distributed хэш-таблиц, которая позволяет клиентам, которые участвуют в раздаче, обмениваться не только файлами, но и выполнять роль мини-трекеров. То есть говорит, слушай, братан, у меня вот двое соседей тоже раздают, давай как бы к ним тоже, и ты хоп, и к ним тоже цепляешься и так далее. Ну, на самом деле, вот, когда еще только DHT появился, я помню, что, например, рут-трекер, он плохо с ним работал, и надо было заходить в настройки, отключать DHT, и тогда намного быстрее все скачивалось, потому что там, видимо, торрент-клиент сильно пух, пытался, так сказать, спросить у соседей, что там у них тоже есть, и только больше тупил от этого. Я вот прям помню. Ты нет? Не застал? Я, честно говоря, не помню. Ну, вот было, было. Я, правда, сейчас годы не назову, когда это было, но в какой-то момент я прям заходил в настройки, отключал DHT, и прям вылетело сразу все. 2002-2003 годы рождение Тор и i2P. Тор это The Onion Router, i2P Invisible Internet Project. Они знаменуют собой появление темного интернета, и эти ребятки, хоть и немного по-разному, но пытались создать свою верлейную децентрализованную сеть поверх существующего интернета, отличающейся патологической параноидальностью. Ну, как бы в России они не сразу были популярны в конце 2013 года, после честных выборов здесь, типа в кавычках, только не в кавычках, а с больших буф. Я уже даже не помню, что это было, что за честные выборы. Ну, то есть я помню вот эти там фразочки, какие-то колки и так далее, а в чем сама загвоздка, я не помню. Помню, урны сделали прозрачные, но недовольным все равно было мало, и хреново, я уже не помню, короче. И вот потом в 2008-м к чему ведет в Астрик все это? Появилась PDF-ка, в которой написали про биткоин и про блокчейн непосредственно, в ней. И вот, по мнению Астрика, блокчейн, это просто апогей децентрализации и того, что здесь не только, так сказать, список хранится людей децентрализованных, где файлы, а тут все хранится децентрализованно, и весь вот этот вот ужасный блокчейн. я вот, если честно, когда я его пытаюсь визуализировать перед собой, а я частенько это пытаюсь сделать, мне что-то типа молекулы ДНК, если честно, представляется, такой какой-то дикий абоминейшн, крутящийся, вращающийся, с кучей отростков одних на одном. И вот это блокчейн, хотя, конечно, мне он представляется именно неупорядоченным, каким-то хаотичным, с одной стороны больше отростков, с другой меньше, хотя на самом деле это он вполне себе упорядочен, прям один к одному, то есть там каждая транзакция заодно и цепляется, и да. Но почему-то вот мне блокчейн чудовищем каким-то представляется. Ну, а про сам блокчейн мы уже, собственно, говорили, он здесь пытается нам заново, ну, не заново, он просто говорит, о том, что как он устроен, и он-то еще не знал тогда, что потом напишет еще одну целую статью тупо про блокчейн. В общем, вот такие штуки были, так сказать, в распределенных и не централизованных сетях. В качестве постскрипта, но хочется сказать, что в 2014-м вышел мессенджер FireChat. Я не знаю, ты в курсе или нет. Мы, кажется, опять же обсуждали это в подкасте, мы тут, опять же, давно сидим, и в Гонконге были куча всяких беспорядков в сентябре 2014-го года, и там именно через FireChat говорили, типа, куда выходить. А FireChat, это типа чат, который, он ни на какой сервак не ходил, он на расстоянии 60 метров между девайсами передавал эту инфу. и когда есть большое скопление людей, ты ничего не можешь им запретить. Они по блютусу друг к другу через FireChat вот этот говорили, короче, а теперь сейчас идем к зданию мэрии, там, и бойкотируем, там, что кого. То есть, и это хреновина работала, реально. Да, это хреновина, реально работала, потом дико запретили, кочергой драли в задницу тех, кто ее сделал, и тех, кто ее разрешил в Гонконге. Но вот в тот момент эта технология реально сработала, и никто ничего не мог сделать, потому что это было абсолютно децентрализовано. Она еще и называется так FireChat, типа, с файтом. она типа, она типа, как огонь прям распространяется. У меня вот такая аналогия, как огонь на ветру распространяется, там, с дерева на дерево, с дома на дом, там, в деревне, не дай бог. Ну и как бы, опять же, написано, кроме протестующих и пишущих про них журналистов, FireChat'ом больше никто особо не пользуется. Но как концепция, так сказать, тоже интересно. Почему бы и нет? Ну, по сути, это как рация, то есть практически то, что работает... то есть на какой-то определенной частоте она работает, это можно было... Ну, слушай, да, ты круто, сейчас аналогию крутую провел. Короче говоря, кстати, добрые люди уже от снифили протокол FireChat' и работает все достаточно просто. JSON-сообщение доставляется просто всем, кто есть рядом. Ну, оно может быть так-то и так, что несложно, но вот Vastric, видимо, захотел нас всех промотивировать, вдруг мы что-нибудь такое же децентрализованное, гениальное придумаем, реализуем, и будет прям вообще хорошо. Вот так вот светские новости у нас закончились. Статья хорошая, но я так понимаю, продолжение будет. Будет продолжение следующий раз. Это приквел статьи про блокчейн, а потом будет сиквел. Там будет про эфир, про то, что именно эфир инновационного ввел в блокчейн, почему это не просто форк биткоина, и почему вот эти смарт-контракты, которые туда ввели, они прям целый новый мир для блокчейна открыли, и для децентрализации в том числе, но об этом как бы через неделю. Мы как настоящий сериал оборвали это на самом интересном месте, и вы как бы можете пойти и прочитать эту статью сами, ну, то бишь, скачать эту серию на торрентах, но я вам рекомендую дождаться в нашей профессиональной озвучке, через неделю послушать уже и прям, чтобы у вас там что-нибудь зашевелилось где-нибудь, да. Да. У нас, между прочим, есть все еще разработка, понимаешь? Это еще не была разработка, вот сейчас будет разработка, реально. Уже так неохота разработку рассказывать, но буду, буду. уже прям выработал всю свою выработку на этом дивной децентрализованном интернете. И разработческую вот эту вот силшку. Угу. Но перед ней надо сказать, что есть у нас еще спонсор, есть маленькая, но гордая компания Smart Tape, про которую вы можете прочитать на uwebdesign.ru slash Smart Tape. это хостинг, который вам поможет в реализации любых централизованных и децентрализованных вещей, потому что они просто делают вещи. Вам надо пространство где-нибудь на каком-нибудь сервере, на каком-нибудь хостинге. Вы просто идете на Smart Tape и покупаете его. Причем желательно идете по нашей реферальной ссылке, потому что тем самым вы помогаете нашему проекту и дальше радовать вас такими интересными статьями, новостями, и поэтому не поленитесь uwebdesign.ru slash Smart Tape, если вдруг вы для каких-то новых клиентов хотите попробовать другой хостинг или просто вы хотите сегодня вдруг что-нибудь эдакого, вы попробуйте Smart Tape и да, через нашу реферальную ссылку. Что-нибудь эдакого? Конечно. Знаешь, у меня, знаешь, к тебе какой вопрос? Просто это даже и в форме рекламы и просто поинтересоваться, а вообще там что как? У нас растет, скажем так, количество людей, которые пользуются великолепным хостингом. Два последних месяца были кардинально лучше, чем лето. Ну, наверное, это понятно по причине просто, ну, люди вышли на работу и растет. То есть каждый последующий месяц лучше, чем когда бы то ни было. Но это просто говорит о том, что все-таки Smart Tape это мы не говно, понимаешь, что-то рекламируем. То есть это хреновина. Люди просто это видят и используют. Поэтому я даже уже можно ничего про это не говорить. То есть как бы реально Smart Tape и вебизайн.ру и погнали. Ну, как бы надо говорить все равно. Надо говорить просто... Можно как бы не говорить, но надо говорить все равно. Да, да. Следующая у нас разработка. В разработке гордо будет одна новость. Нам ее предложили... Я надеюсь, ты не... не это там... Голос у тебя не схлопнется к концу. Я сам на это надеюсь. Я буду сейчас как-то в полголоса спокойненько об этом говорить. Pantec X3 нам предлагает статью «Как рассказать о современной веб-разработке путешественников во времени из 2007 года?» Захотел кто-то вернуть 2007 здесь. А почему именно 2007? Вот у меня тоже вопрос. То есть это мы именно эмо веб-разработка какая-то или что? Почему именно это? Типа 10 лет назад. Да. Я просто больше чем уверен, что во-первых, это перевод. То есть забегая вперед, компания Edison Software она просто перевела перевод. что называется в переводе? Там статья с Free Code Camp я сейчас перехожу на оригинал. Любят-любят они с Free Code Camp переводить. Но пацаны реально делают хорошие статьи. Да, контент на Free Code Camp очень крутой. И там реально 2007-й. И тут просто что? 10 лет назад. Ну, я так и понял. Без отсылок, что ли? Это никакого абсолютно отношения к сентябрю, который горит. Никакого. Или даже к убийце, который плачет. Ничего такого. Здесь просто тупо 10 лет назад. Окей. Окей, давай. Ну, на самом деле 10 лет назад вышел первый iPhone и Стив Джобс заикнулся о том, что Flash мертв. То есть, как бы, ну, еще и если говорить об этом, то вот такая веха еще 10 лет назад произошла. Поэтому это знаковая дата. Короче говоря, веб-приложение. Вот тут, кстати, опять же, здесь во всей статье, так сказать, автор, он обращается к нам, как будто мы в 2007-м. Ну, и вот он тут пишет. Возможно, вы видели презентацию iPhone перед тем, как вы вошли в машину времени. Apple является сейчас самой крупной и богатой технологической компанией. В основном, благодаря iPhone и операционной системе iOS. Google тоже имеет конкурирующую вещь под названием Android. И Microsoft попытались получить кусочек постоянно растущего пирога с Windows Phone, но у них это не сработало. Ну, здесь сразу слева iPhone 3GS от 2008 года, справа iPhone X от 2017. нам также пришлось практиковать съемку через плечо, но это уже шуточки о том, что во второй фотке уже через плечо реально сфоткали, чтобы типа с двух ручек было. Программы стали называться приложениями, а некоторые веб-сайты веб-приложения. В 2008 году Google выпустил новый браузер под названием Chrome. Спустя 9 лет он стал самым популярным способом, чтобы попасть в интернет. Но тут на самом деле здесь даже не столько про веб-разработку рассказывают, хотя вот сейчас будет чуть-чуть про JavaScript, а просто о том, что вообще изменилось за 10 лет, и если так хрен к носу подвести, достаточно много изменилось. Ну я абсолютно не сомневаюсь, что изменилось реально практически все в этом технологическом мире нашу. Да. Команда Chrome вложила много средств в развитие JavaScript, код становился лучше каждый месяц, сейчас веб-приложении уже пишут большое количество JavaScript, теперь они напоминают десктопные приложения вашего времени. Вашего времени. Так. Ну и в самом деле, то есть тогда еще 10 лет назад про JavaScript как бы говорили, на нем делали какой-то базовый клиентский скриптинг, но то, во что превратился JavaScript сейчас со всеми новыми ECMAScript'ами и надстройками, типа там TypeScript'а и прочими Flow, которые компилируются в JavaScript уже, если что. Это, конечно, вообще просто две большие разницы, ну и здесь он рассказывает о том, что появились поддержка модулей классов, и в том числе компилируются в JavaScript такие языки, как TypeScript от Microsoft, а сейчас они классные, это про Microsoft, потому что 10 лет назад это, конечно, было такое. Ну или Flow, опять же. А еще Dart был. Я не знаю, почему его здесь не перечислили, но я вот просто сейчас загуглю прям при вас Dart. Хочется как-то откладывать. Язык программирования созданный Google. Dart позиционируется в качестве замены альтернативы JavaScript. Один из разработчиков языка Марк Миллер написал, что JavaScript имеет фундаментальные изъяны, которые невозможно исправить. Ага, то есть Dart, он не компилируется в JavaScript, а он именно заменяет его, но только непонятно он где вообще и как. А он, мне кажется, уже канул в лето, если честно. Ну нет, на самом деле 22 июня 2017 года вышла там какая-то последняя версия ближайшая. Ну, напишите в комментариях что-нибудь про Dart, серьезно, интересно даже, что там вообще у него как, потому что я почему вообще вспомнил про Dart, потому что вот кто еще помнит CSS при процессор SAS, вот у него на днях вышла Dart версия, вчера или позавчера, может даже сегодня. В наши дни мы в основном используем JavaScript, никто больше не поддерживает Flash, мы запускаем JavaScript даже на сервере вместо Perl, используя вещь под названием Node.js. Это звучит проще, чем есть на самом деле. Кто хрен его знает, на самом деле оно и на самом деле не очень сложно, но это опять же уже такое. Чтобы поддерживать, так, теперь нам нужны методы проектирования, разработки и тестирования, нацеленные на создание адаптивных веб-приложений. В скобках термин, используемый для описания веб-сайта, который не выглядит на мобильном телефоне как фигня. Вот так вот, такими простыми языками нужно разговаривать с людьми из 2007-го, и оно на самом деле, вот сейчас это все такая мишура, веб-приложения, сингл-пейдж аппликейшн, прогрессив веб-эппс и так далее, но по факту это же все равно просто сайты. То есть, ну, мы с тобой говорили про то, что как ни крути, а HTTP это протокол для передачи документов всего лишь, и как бы как-то из него не делай что-то гениальное. Это мы с тобой говорили, когда обсуждали, что веб мертв. Так вот, поэтому он и говорит чуваку из 2007-го простыми словами, что вот это все равно это веб-сайты. И нам вот надо тоже с вами не забываться иногда, чуваки, что все, что мы делаем на Vue и на React, это же все равно сайты по факту, это все равно документы, которые мы передаем. Да, мы там уже сделали REST API, мы придумали, как там передавать в JSON-е, как бы передавать документы, в которых есть только JSON, распарсивать их и так далее. Но по факту это все равно остались документы. И как бы, ну, вы, конечно, думаете, что вы властелины мира, но возможно это как бы и не так. Возможно, вы просто чудовище, которые вот делают это и не краснеют. Чтобы поддерживать это все, появились компонентные фреймворки. Термин является расплывчатым, включает в себя Angular от Google, React от Facebook и Vue от сообщества. Но это лучший термин, который у нас есть. То есть, опять же, он даже тут умудрился подколоть, что как бы вот компонентные фреймворки, но по факту, ну, может быть, это и библиотеки просто и так далее. То есть, говорить о том, что вот это именно так называется, хрен его знает. Ну, тут пишут, что у Facebook и Google появились там свои конференции и так далее, что CSS тоже развивался, появились препроцессоры, кроме этого, появились новые технологии, уже нет таблиц, фреймов, теперь есть CSS Flood, Flexbox, CSS Grid. Появились такие бойлер-плейты, как Bootstrap, Foundation и многие другие. Вот, кстати, забавно, да, уже вроде супер там Vue, React и так далее, а все еще Bootstrap и Foundation. Ну, хотя, опять же, React это джаваскриптовые компоненты, а верстка, непосредственно это, ее все равно можно из Bootstrap побрать по-прежнему и как бы даже и не стыдиться этого. Ну, потом про данные он начал говорить, что теперь появилась Big Data, что теперь у нас облака, все хранится в облаках и как бы это нормально. Здесь он упоминает приложение Waze, я вот про него даже не слышал. На самом деле, приложение Waze это как навигатор, ну, то есть Waze, как Maze и как Waze, короче, Waze, W-A-Z-E это что, нечто среднее между Maze, лабиринт, и Waze, W-A-Y-S, типа пути. И вот здесь пути лабиринт получился Waze. И это приложение, в котором все пользователи обозначены как какие-то человечки на карте города. И, грубо говоря, ты можешь и сам следить, куда ты едешь и смотреть, куда другие едут. Ну, короче, это вакханалия. Он это к чему? К тому, что просто некоторые приложения в реальном времени столько много инфы передают, что вот назрела необходимость облаков, хранения данных, Big Data и так далее. Тут он рассказывает, что пришлось изобрести новые базы данных, что были MySQL, Postgre, а теперь они не подходят для хранения терабайт данных, ну, потому что они горизонтально не масштабируются. Невозможно это все на одной машине уместить, а другие решения, такие как, например, Cassandra, Hadoop или MongoDB. Они позволяют горизонтально масштабироваться, хранить все на гигантском количестве машин. И вот здесь он даже подкалывает. У нас, говорит, есть MongoDB, база данных, которую легко установить и использовать для прототипирования приложений. В 2017 мы рассматриваем технологии так же, как 10 лет назад относились к поп-звездам. Мы ревностно защищаем некоторые и ненавидим другие. MongoDB, как группа Nickelback, принадлежит к последней группе. Почему они ненавидят вдруг MongoDB, мне не очень понятно на FreeCodeCamp. Но как бы да. Дальше пункт про обучение, то есть лернинг. Ну и здесь про призму. Кстати, вот помнишь, мы с тобой говорили про призму и был вообще хайп и прям много выкладывали и все, и нету. Да, так а что там? Ну это просто по сути хрень, которая делает тебе фильтры на фотографиях. Ну да, но они могли ее как-то развивать, как-то интегрировать в Инстаграм, продаться ему. Но что-то они просто затухли и все. Хотя у них там же супернейронка и так далее. Ну реально, я вот давно уже очень не слышал. Прямо может быть год даже. Ну да, да. Ну а может они и продались Инстаграму, они их просто взяли, купили и разорили. Ага, купили и просто по миру, ну пустили. А теперь и в реку выкинули их все наработки, всю их нейронку. Да. Как сигареты. Весь гитхаб их. Вот да. Ну потом про ebit-тестирование еще он сказал, что теперь многие компании так делают, чтобы понять, так сказать, как лучше будет для пользователей. Микросервисы и облака появились, мы про это уже сказали. И контейнеры, он сказал, что теперь у нас есть Puppet, Chef и Ansible для автоматизации серверов, для того, чтобы не вручную уже там не поднимать всякие конфиги, а просто один раз прописать в Puppet и разворачивать. Есть виртуализация Vagrant Docker контейнеры. И теперь мы уже по-быстрому можем системой развернуть в Docker контейнеры, где-то ее прокрутить и выключить и убрать. То есть это уже все стало переносимым, легким. Уже не надо каждый раз подходить к какому-то серваку, его настраивать под конкретно свое приложение, специальную версию ноды, специальную версию экспресса, на котором все не крашится. Нет, похрену, Docker контейнер с собой взял, запустил и нормально. Ну, стал говорить о том, что появились такие языки, как Go, появились Scala и Closure, которые используют Java Virtual Machine, но как бы немножечко другие. То есть Scala, уход в параллельное программирование, в параллельные вычисления, Closure понятия не имею. Ну, кроме этого, способы создания программного обеспечения, здесь, видимо, ну, о том, как организовать работу в командах, GitHub, MADZ, всякие GitLab, Visual Studio Code, большое количество инструментов, которые, типа, теперь помогают нам в создании приложений, ну, конечно, это такое. Ну, и все, вот, типа, добро пожаловать в 2017, у нас теперь, типа, все непросто, но на самом деле, да, и самое смешное, «А теперь давай-ка выпьем еще парочку Club Mate, и я расскажу тебе о биткоине, так же, если хочешь знать, в США новый президент». Club Mate, чтобы ты понимал, это, ну, Mate, это матэ, и Club Mate, это вот тот чай, примерно, который Санек пил, холодный чай в жестяных банках. Аризона, Аризона, да, вот это примерно оно. Ну, это вкусная штука, скажем так. А статья как-то вкусная? В Америке, да, если будете в Америке, попробуйте Аризону, попробуйте. Хотя, наверное, лучше пить «Доктор Пеппер», как я, полностью по венам его пускать. Ну да, сразу пак, 24 штуки, подложку взять, и нормально будет. Я говорю, как статья-то тебе внушает? Статья достаточно прикольная, в принципе, можно на многое так глянуть, именно вот с перспективой лет, на 10 лет, я на полном серьезе наших подписчиков еще попрошу, вот эта статья, она такая довольно-таки обзорная, и кто-то может сказать, вот опять много воды, никакой конкретики. Вот напишите в комментариях, а лучше прям предложите статьи, какие вещи вы хотели бы более конкретно разобрать. То есть, например, вы такие, блин, а расскажите, чем вейгрант виртуализация от докерной отличается? Ну, окей, попробуем, то есть, ну, будем удовлетворять ваши потребности, первые. Они бы еще это, знаешь, нам бы в комментариях к темам оставляли на обзор.ру, прямо вместе с ссылкой, чтобы мы рассмотрели. Ну да, да, я и говорю, лучше даже тему предложите, потому что это было бы вообще шикарно. Поэтому не оставайтесь безучастными. Вот если ты, наш подписчик, слушатель, зритель, сидишь сейчас и дрожащей ручкой, блин, а вот, а вот Ansible или Chef или Puppet использовать, вот средства автоматизации, а какие лучше, для каких языков, для каких стеков? Вот напиши нам, во-первых, загугли, попробуй, и первую же статью нам приложи, а мы тебя уже разжуем. Как Никита говорил, из мраморной говядины в яблочной пюрете переделаемся, и будет прям круто. И вам приятно, и нам приятно. Казалось бы. Казалось бы, да. Ну, давай идем дальше. Окей, следующая тема, это, собственно, в принципе, в принципе, можно назвать это последней темой, хотя у нас будет еще такое небольшое... У нас будет вишенка на торте еще, но это последняя массивная тема, так скажем. Вишенка, да. Так вот, массивная тема, научпоп. научпоп, звук из кристаллов, называется тема, на dtf.ru. И здесь просто поговорим про музыку. Вау. Вот есть такая вещь, как музыка. Есть такое музыкальное сопровождение, например, в играх, например. Но здесь не нужно зацикливаться на том, что это именно игры или что-то. Здесь конкретно чувак, Тик Андерсон, то есть это чувак, видимо, какой-то европейец, раз он Стиг. Значит, он какой-то типа, что-нибудь типа, не знаю, шведа или что-то такое, короче. В общем, Мартин Стиг Андерсон. Он написал полностью саундтрек, ну не полностью, а отчасти наоборот. Он написал саундтрек для Wolfenstein 2 The New Colossus. Тот, который вот вышел сейчас. Да, да, да. И некоторые вещи он писал с помощью скульптур Боше. Вот такие. А скульптура Боше, чтобы вы понимали, это странные музыкальные инструменты, придуманные во Франции в 60-х. И чтобы вот вообще описать, что такое скульптура Боше, особенно если вы не видите сейчас фотки, а слушаете как бы в аудио, то это такие, ну если взять, например, тарелки барабанные, да, их перевернуть, некоторые даже увеличить в размерах. То есть такие огромные хрени, и около них, то есть это такие вещи, которые отражают от себя звук, по сути. И, видимо, к ним еще прилагаются такие хрустальные, или хрен его знает, какие-то такие штучки, как клавиши на фортепиано, которые друг об друга бьются, и просто, в общем, звучат, и отражаются вот от этих вот, вот, короче, хреновь. В общем, это целая большая установка. Блин, ты страшные вещи описал, если честно. Я бы вот не смог представить, я сейчас дошел до фоток, и это, конечно, страшно, это что-то прям... Ну реально, скульптура большая. И при этом, короче, нужно мокрыми руками вводить по этим палочкам кристаллов, чтобы были... По стаканам. Да, чтобы был вот такой звук именно стеклянного бокала, вот когда пальцем по кромке вводишь, вот почти такой же звук. Почему Андерсон решил именно так? Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Он, в принципе, то есть, видимо, любит извлекать вот звуки, именно сорсы добывать. Он сказал, я, говорит, не хочу просто... Я мог так же синтетически это сделать на синтах, то есть без проблем. Синтезатор, берешь, все, хоп, с библиотеки сэмблов и погнали. Но, говорит, типа, я хотел именно, чтобы было круто, чтобы вот именно чистый звук, вот этот вкусный, именно звук этих скульптур Боше. И он, говорит, кроме этого... Хочется прям включить сейчас вот саундклауды, но нас забанят, наверное, сразу. Я включал. Да кого там забанят? Там просто ты бы знал, что там. Там вот честно, ты бы знал, что там. Там просто... Давай, вот я включу сейчас для наших уважаемых. Да, ты включи, включи, там досвидос, что. Короче, я тебе... Да, там вот такое именно. Там это супер атмосферная такая музыка для Вольфенштейна. Ну, это и для пуллаута подошла бы, наверное. Вот, вот, да. Ну, он это, конечно же, смешивал, видимо, с наркотиками, с жалами. Он смешивал с... там, с оркестровыми какими-то вещами. Я не хочу говорить слово, аранжировку, например, с духовой секцией. Точнее, нет, это он словно, словно как духовая секция играет вот сам Баше, сама вот эта скульптура сам. Но он это смешивал с другими, естественно, какими-то мелодиями. Вот, например, я вижу еще, что его помощница пропустила некоторые звуки от скульптур через аналоговый синтезатор микромуг и российский ламповый сетель для SoftTech. Да, 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 то есть и российский тоже. Кстати, российский очень часто применяются вот именно всякие там усилители. То есть, в принципе, у нас наши советские темы все еще. Могли еще, да, да. Да, еще могли, еще могли. Вот этот звук становится именно таким вот потусторонним, как здесь написано, чтобы вот синты бы так не сделали. То есть, реально, вот когда ты чистый звук записываешь, реальный, синтезаторы такое не повторяют. И здесь, короче говоря, написано, почему он так. Короче, они это делали вместе с популярным нынче композитором Миком Гордоном, который делал саундтрек для Дума. Он очень сильно на этом пропиарился, короче, было несколько видосов, как он записывает звук для Дума конкретно, он там такой... Для нового или для старого? Да, для самого нового Дума, для последнего. То есть, он сделал полностью дорожку, там такое роковое направление. а какой сейчас Дум последний? Дум 3? Просто он Дум называется. Просто Дум. И что, прикольный? Ну, типа прикольный, типа нормальный. Короче, ну, это лучше, чем тот Дум 3, который выходил, который вот тогда был. Да, тот Дум 3, который был в школе, просто кал говна. Я играл. Да, да. А в этот Дум, там даже мультиплеер какой-то нормальный. То есть, они не только сделали сюжетку, хотя там какая сюжетка? Ну, в общем, не только сделали вот этот сингл красивый, но сделали еще типа мультиплеер, в который там чуть-чуть играли. Я не знаю, уж есть там кто-то сейчас или нет. Но, тем не менее, Мик Гордон, он, короче, нынче популярный композитор. Он именно хайповый композитор. И чуть ли не вчера или сегодня я видел новость про то, что его там где-то запрещали, там, короче, какую-то ему музыку запретили для чего-то писать. Короче, это чувак, который знаменит своей музыкой для Дума. Конкретно... Кстати, для первого Вульфенштейна, я читаю сейчас мелком статью, тоже Мик Гордон писал. Вот, они вместе с Андерсоном, Мик Гордон и Андерсон, они вместе вот два композитора, которые работали над Вульфиком, конкретно, музыка для Вульфенштейна 2. Гордон занимался всем, что связано с сопротивлением, то есть, он писал полностью такую вот жесткую музыку, которая для Бласковица, для главного героя Вульфенштейна, то есть полностью Блажкович, короче, все там круто, противостояние, вот там вся эта тема, линейка, композитор прописал. А конкретно... Андерсон, он конкретно чувак, который писал музыку для нациков. То есть, тема нацизма, когда появляются нацисты, когда есть какие-то вот эти вот все театры, а там темы сплошь и рядом, это, в принципе, игра про то, что ты молчишь нацистов. Поэтому, да, поэтому Машингеймс, вот эти вот, видимо, какие-то, видимо, я не знаю, это то ли это действительно разработчики Вульфа, я не знаю, как называется просто студия, которая именно разрабатывает Вульф. Позволи Гордону проэкспериментироваться стилем как угодно, главное, чтобы музыка напоминала... А, нет, не Гордону, Андерсону. То есть, чтобы музыка, главное, напоминала деспотичный марш машин. Ну и там реально, вот эти вот скульптуры Боше, они дают этот звук, там просто какой-то вообще заоблачный, как будто ты на другой какой-то планете находишься. И вот здесь есть, между прочим, цитата самого Мартина Стига Андерсона, он пишет, очень круто пишет, между прочим. Я хотел создать нечто очень агрессивное и злое, но в то же время отражающее самый глубинный аспект этого зла. Стремление к тому, что нацисты считают прекрасным, эдакий извращенно-романтичный взгляд на идеальное нацистское будущее. И там реально такие звуки, как будто ты просто уже все, там как будто полностью зло наступило, его как бы не отменить, оно грозное, оно нависло над тобой, просто как вот, просто как небо, короче. И вот такой вот звук очень, он не агрессивный, но он гнетущий, как бы, вот за счет вот этих вот инструментов, чувак добился, короче. Не, ну я туда, я тебя полностью понимаю, о чем ты хочешь сказать. И вот там, где Example 06 To Live Crystal Basket там он в наушниках сидит в таких, я вот на всех студиях везде эти наушники вижу. Напишите в комментариях, что это за наушники. Мне интересно. Да, 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 это супер дефолтный. Прям вот с серыми подушечками такими полублестящими, вот с этими черными, ну короче, прям реально, мне интересно теперь, что это у всех за наушники такие. Это просто, знаешь, какие-нибудь супер дорогие Sennheiser, самые последние. Я согласен, наверняка. Ну вот, короче, вот такое вот, вот и такое бывает, например, как, например, написание музыки до игр. На самом деле, еще хорошо, что ему дали это сделать. Никто не ставил, ставить палки в колесы и говорить, нет, чувак, давай на проверенном дерьме, вот тебе библиотека сэмплов из первого Вульфика. Да, вот просто дабстеп делаем, как только выходят эти, делаем такие дропы жесткие, как только выходят нацки, все, ничего не делаем, все классно, все дребезжит, погнали, свистит, да, да, да. А то, что ему дали с этим поэкспрессу, я думаю, зайдет. То есть, как бы ощущение безнадеги, оно даже вот от тех пяти секунд, которые я послушал, оно прям наступило. Да, ну там такой инструмент, на котором, как я понимаю, вот именно такую тягучую хреновину, я уверен, что можно, наверное, и мажорную сделать, он специально добивался, добивался вот такого, ну, грустного звучания, скажем так, но, тем не менее, гнетущая хреновина, гнетущая, конечно. Вот такая новость ДТФа, и последняя у нас новость в подкасте, как бы даже не новость, а скорее предложение. Фронтендер пишет, он осмелел, как я это люблю говорить, и как бы начинает с нами дискутировать. Спрашивает, говорит, пойдете, читайте, читай, поедете в DevShow, если позовут. Поскриптум, в последнее время ребятки с чердака начали приглашать всех звезд фронтендов в веб-разработке, а вы смотрите DevShow? Это имеется в виду шоу, это имеется в виду шоу от Лофтблога, как я понимаю, на Ютубе. Ну да, да, я тоже так понял. Вот. Ну, как бы отвечаешь, что типа, нас звали, ну да, нас звали реально, но как бы чуваки находятся в Питере, мы как бы в Челябинске. Ехать просто так, лететь в Питер, это как бы, ну такое, ну такое, если мы были бы в Велсаконе, хотя бы как Батя Саня, были бы, вот, мы могли бы на Парше просто дать в точку, я бы просто педаль бы нажал, мы бы уже были. Перегонки до Питера доехали буквально за сутки. да, да, вот, но, к сожалению, к сожалению, к сожалению, не можем. А чуваки почему-то про удаленную связь, там, про скайп условный, ничего не ответили. Да, они заморозились, ну как бы нет и нет, я что. А вообще, отвечая на вопрос, смотрим ли мы, нет, не смотрим. Да. Ну и тут он, он настолько осмелел, что он написал, надо будет подкинуть Лысому идею про скайп, причем Лысому с жирным, но почему-то не с большой буквы. Это неуважение, я считаю, к Лысому. Классно. Абсолютно. Ну вот, не знаю, подкинул ли он или нет, и вообще, что он ему подкинул, я боюсь представить, а там их может уже забрали, что он подкинул. Было бы здорово, интересно посмотреть интервью с моими героями, это с ними что ли? Это видимо с нами. Я понял. Да и плюс 100 поинтов, карми сразу прилетит, и думай, полетят вдруг донаты, хайп и ижи с ними. И много двоеточий и скобочек. Да, 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 ну короче, насчет донатов, хайпа и ижи с ними, я конечно сомневаюсь. Если бы мы как Мик Гордон написали бы саундтрек Думу, а так это... Если бы мы приехали на деф-шоу со скульптурами Баше, и просто бы их разворачивали. И бы давали бы там грустную музыку нацистскую, вот это было бы, да. Вот такое вот, лысый. Кстати, пацаны, а как вот в Челябинске, в суровом городе, вдруг решили заняться... И все. А я на губе бы играл, просто знал, что там ничего вижу, то пою, вижу лысого и губастого. Вот это было бы шоу, я понимаю. Вот это был бы хайп вообще, да. Ну вот так вот, надо завершаться нам с тобой. Слушай, прикольно. Давай обойку, давай обойку, тем не менее. Тем не менее, давай обойку. Ну давай, Никита. Как обычно, твоя версия сначала. Где наш подкаст? Во-первых, наш подкаст это вансы. Во-первых, это наш... Вы видите на фотографии, кто не видит. Видимо, это девушка. Видимо, это девушка. Хотя, может быть, это молодой чувак. Ну, хочется верить, что девушка. Может быть, это молодой чувак, просто знаешь, ну, молодой. Почему бы нет? Я вот тоже молодой ходил с длинными волосами, и у меня были тоже женственные черты лица, как, в принципе, сейчас, только с бородой. Вот. И он лежит, или она лежит в вансах, и такая балдеет, короче, со старым каким-то проигрыватель. Да, прям с косметикой. Погнутая какая-то антенна здесь, и разноцветные кнопки, и вообще все такое, ну, в общем, такое ламповое, если это можно так назвать. Ну, наш подкаст, ну, не, ну, конечно, вансы это я сильно загнул. Возможно, конечно же, наш подкаст, ну, самое легчайшее, это, конечно, то, что это проигрыватель. И это наш, один из слушателей, возможно, это фронтендер, и он мечтает, когда уже нас пригласят, он слушает, он ножкой нажал, и ждет, когда мы в Дэв Шоу будем. Ну, слушай, у меня теперь нет моей версии, потому что это и была моя версия, что фронтендер лежит и слушает наш подкаст с женственными чертами лица и с длинными волосами. Напоминаю, почему хренососите своих подписчиков? Да, да, да. Ну, это круто, это круто. Увидимся через неделю уже. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. В Телеграме есть канал, в Телеграме есть группа. В Ютьюбе ставьте пальцы вверх, ставьте пальцы вниз, подписывайтесь, пишите комментарии. В Айтюнсе ставьте звездочки, пишите отзывы. В общем, да, увидимся уже через неделю, как всегда, в VR. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,